Всем привет, меня зовут Сергей, я работаю бэкэнд-инженером в компании Splings. Мы занимаемся разработкой софта для интернет-провайдеров, чтобы они могли управлять своими кастомерами, этими устройствами и всем, что им нужно. Работаю я с 16-го года в IT-сфере, был разный опыт, работал как и в SEO-студиях, так и на фрилансе, и в средней такой компании большой. То есть опыт самый разный. Был также опыт и в тимлистстве, и сейчас даже есть опыт по работе с командой, управлением. И сегодня мы будем с вами разговаривать про PHP, что это такое вообще. Первая часть у нас будет вводная, то есть там будет теория. Пройдемся по слайдам, а потом мы будем делать наше приложение. Приложение мы будем сегодня делать такое мини-апи на фреймворке UE2. Там будет минимальная апи, работа с базой, потом будем делать интеграцию, создавать этот Telegram-бот, чтобы он работал с нашим апи, и потом сделаем такую маленькую интеграцию еще и с платежкой, чтобы можно было в онлайне купить этот товар. То есть вот так. Если у кого-то будут какие-то вопросы, можете перебивать, задавать. Также если кто-то в чат будет что-то писать, то лучше голосом перебивайте, потому что чат я могу смотреть только несколько раз за вебинар. Так, что еще? Кто может, включайте камеры, чтобы я видел вашу реакцию. Понятно вам, непонятно? И давайте будем тогда начинать. Так, начнем мы с того, что вообще такое фронтенд и бэкэнд. В нашей веб-разработке есть такие понятия, как фронтенд и бэкэнд. Фронтенд – это у нас вся часть, которую мы видим на сайте. То есть в интернете, когда заходим на какой-то сайт, в какое-то приложение, это все считается фронтенд. То есть это та часть, с которой взаимодействует пользователь, может там нажать какую-то кнопку, что-то писать. То есть весь интерфейс, с которым пользователь взаимодействует – это фронтенд. Еще, чтобы было более понятно, это фронтенд обычно говорят, что это как бы то, что мы видим с передней части экрана. Бэкэнд – это уже часть приложения, в которой хранится вся наша логика, хранение всех записей, все, что нужно для работы нашего приложения. Все происходит на бэкэнде. Ну, это не всегда так в 100%. Есть только приложения, которые там работают чисто на фронтенд технологиях и все. Но если мы говорим про полноценное такое с бэкэндом и фронтендом, то фронтенд у нас отвечает за то, чтобы отобразить пользователю какую-то информацию, что-то показать и так далее. А бэкэнд – это вся логика нашего приложения. И бэкэнд – это тоже, если сравнивать с монитором, то фронтенд – это у нас передняя часть монитора, а бэкэнд – это задняя, то, что у нас находится за нашим монитором. Мы его не можем пощупать никак. Мы знаем, что он есть, но мы даже не понимаем, как он работает. Вот как в примере, например, с машиной. Мы можем не понимать, как она там внутри устроенно работает. Нам это, по сути, не надо знать. Нам надо знать, как ее запустить, где провернуть ключ, какие педали нажимать и все так далее. То есть вот эти все штуки – это такие фронтендовские штуки, с которыми взаимодействует пользователь. А все, что там внутри происходит, как она запускается, и все тому подобное, это все называется бэкэнд. Это вам такая аналогия с реальным миром, чтобы вам было более понятно. Также что делает бэкэндер? Бэкэндер обычно разрабатывает всю логику приложения. То есть он должен учесть, как сделать правильную структуру для приложения, чтобы ее можно было легко и быстро масштабировать. Ну, если у нас проект будет разрастаться. То есть бэкэндер можно также, ну, еще в процессе нашего вебинара может показаться так, что бэкэндер, ну, бэкэнд – это важнее, чем фронтенд. Это отчасти правда, ну, может, из-за того, что я бэкэндер, да, я смотрю с такой точки зрения, но не совсем, потому что фронтенд тоже – это немаловажная часть, без которой у нас не было бы всего того, что мы видим в интернете. Ну, то есть у нас был бы унылый интерфейс, ну, никаких там приколюшек и всего того подобного в нас не было бы. Там даже, не знаю, наводим на что-то, у нас срабатывает какая-то анимация, там вы нажимаете кнопку, вам всплывает модалка или еще что-то, то есть какое-то окошко – это все работает на фронтенде. Если его у нас нету, то, по сути, в нас это как в 90-х годах, там просто набор текста без разных украшательств и тому подобное. То есть фронтенд – это тоже важная очень часть нашего приложения. Так, ну, и если вот еще сравнивать на примере интернет-магазина, фронтенд и бэкэнд, то фронтенд, он отвечает, допустим, когда вы нажимаете там кнопку «добавить в корзину», «оформить заказ», это все происходит на фронтенде, а бэкэнд уже должен отдать эту информацию. Вот вы, например, заходите на страницу «оформление заказа», вы хотите сделать этот заказ, и вам с бэкэнда нужно отослать данные, которые нужны пользователю для того, чтобы оформить этот заказ. То есть бэкэнд отвечает за то, чтобы отдать всю информацию, которая нужна пользователю. А фронтенд уже потом подключается, и, ну как, на этом заканчивается зона ответственности бэкэнда, да, он должен отдать, отдать правильную информацию, обработать ее. А фронтенд должен принять эту информацию и в правильном виде отобразить ее на сайте, чтобы пользователь мог с ней хорошо взаимодействовать и так далее. Дальше переходим к вообще понятию язык программирования. Что это такое? Если, опять же, говорить простыми словами, то язык программирования можно сравнить с обычным иностранным языком. То есть это просто язык, на котором вы можете общаться с компьютером, грубо говоря, да, с каким-то устройством. То есть вы пишете какие-то команды ему, специальное программное обеспечение там его переводит на машинный код, и компьютер понимает то, что вы ему сказали. Потому что компьютеры, ну вообще устройства, они понимают только единицы и нули. И существуют тоже разные программы, с помощью которых мы можем переводить код на каком-то языке программирования в машинный код, потому что языкопрограммирования существует очень много. Каждый язык создан под свою какую-то конкретную задачу. То есть есть и универсальные языки, но нет такого языка, на котором можно прям все-все-все в мире сделать. Ну, C это понятно, я про все разные другие говорю. Но тем не менее, каждый, кто работает на каком-то языке, буду говорить, что он самый лучший, на нем можно сделать абсолютно все и так далее. Но надо понимать, что каждый язык, он создавался под какую-то свою задачу, и какую-то основную свою задачу, под которую он был создан, он и выполняет лучше всего. Все остальные там задачи, которые он может тоже делать, но он может быть непредназначен хорошо для этого. То есть, возможно, надо будет использовать какой-то другой язык программирования для того, чтобы выполнить эту задачу максимально эффективно. Потому что, например, на одном языке там можно делать что-то, и оно будет выполняться, не знаю, там полчаса, а на втором языке мы можем сделать, запустить это, и оно отработает там за пару минут. То есть вот вам наглядная разница такая. Ну, в общем, язык программирования – это просто как бы язык, на котором мы общаемся с компьютером. У нас есть какой-то набор слов, операторов и тому подобные, с помощью которых мы описываем нашу структуру, нашего кода, и этот код потом уже переводится в машинный, который компьютер и понимает. Так, теперь переходим к PHP. Что это вообще такое? PHP у нас был создан в 90-х годах. Он вообще разрабатывался просто для того, чтобы поддерживать свою домашнюю страницу. Ну, он не разрабатывался как язык программирования, который будет там потом развиваться и становиться лучше и лучше. Первоначально он был создан вообще для того, чтобы просто поддерживать свою веб-страницу, а потом уже там комьюнити подхватило, пошла разработка, и он начал развиваться. И также вы еще можете слышать, ну, то есть много хейта в сторону PHP, то, что он там плохой язык и тому подобное, но тем не менее на PHP написано очень большой процент всего, что вы видите в интернете. Очень много разных сайтов, приложений, и, короче, очень много. И он как раз, вот видите, то, что я вам рассказывал, он был создан для этого, и он как раз выполняет эту цель лучше всего. И еще PHP, это у нас считается как бы серверный язык программирования, и еще его могут также называть припроцессор гипертекста. Вот что такое гипертекст, да? Если объяснять, ну, вот в технологиях, то это считается как бы HTML, да? Ну, то есть припроцессор HTML, а PHP считается. HTML – это уже у нас фронт-энд, технология счастья фронт-энда. На фронт-энде есть там три технологии. Это HTML, CSS и JS. Это те штуки, на которых у нас строится абсолютно все, что мы видим в интернете. Ну, то есть визуальную нашу часть, да? Как бы JavaScript, он отвечает за динамическую какую-то составляющую сайта. CSS, он отвечает за то, чтобы у нас все вот такое было красивое на нашем сайте. И HTML – это как бы структура. Если можно сравнивать с построением дома, то HTML – это у нас будут просто стены, ну, кирпич, камень, вот это все. CSS – это уже то, чем вы украшаете. И JS – это там, не знаю, уже разные анимации, все такое, что может быть. И вот как раз PHP – это припроцессор HTML, потому что он выполняется еще до того, как будет отдан и отрендерен HTML. То есть PHP стоит, грубо говоря, первым в выполнении, потом идет HTML, то есть PHP обрабатывает свой код и может также обработать HTML. И потом уже в браузере нам вот это все, что мы видим, это все в виде HTML. У нас отображено, вот если мы откроем, мы видим, что, видите, вот этот весь код – это в нас HTML-ный код. И получается, что на PHP мы можем сделать некую логику. Вот, например, HTML – это в нас не язык программирования, это язык разметки, и получается, на нем нельзя делать никакой логики. Ну, то есть в нем нет никакой логики, там можно просто выводить какие-то блоки, там один блок вверху, внизу, сбоку и так далее. И вот если вам нужно добавить какую-то логику, какую-то динамику в свой сайт, то есть что-то обсчитывать, получать какие-то данные, обрабатывать, возвращать, это все делается вот с помощью PHP. Если мы говорим про серверный язык, это можно делать и на JavaScript, но это фронт-энд-часть. Мы говорим сейчас про серверный язык, PHP. И вот вам надо там, допустим, получить все товары и вывести их на страницы. Вы на PHP берете, там идете в базу данных, где вы там еще храните свои данные, получаете их и отдаете уже в HTML. В HTML вы их там отрисовываете, как надо, как мы написали на PHP, и в итоге вы видите уже там листинг товаров, как на обычном сайте. Еще PHP – это у нас скриптовый язык. То есть мы пишем на нем скрипты, и эти скрипты потом выполняем. Скрипт – это, опять же, грубо говоря, это просто кусок кода, с помощью которого мы описываем какую-то логику. Мы пишем какую-то часть кода, и потом ее запускаем. Это называется выполнить скрипт, запустить. Также PHP – еще у нас интерпретируемый язык. Это значит то, что есть два языка, два типа языков вообще. Интерпретируемые и компилируемые. Компиляторы – это такие штуки, которые сначала… Короче, вы пишете код, потом вы запускаете свой компилятор, это специальная такая программка, и эта программка берет ваш код и сразу переводит в машинный код и создает вам бинарник. То есть, например, если это сравнивать, не знаю, там на Windows есть .exe файлы. Вот это называется бинарные файлики, уже как бы скомпилированные вот этой программой. То есть, кто-то написал код, запустил эту программу, прогнал через нее свой код, и в итоге получил вот этот файлик, который вы уже в себя можете запускать быстро и без проблем. А интерпретируемые языки, они работают по-другому. Вот когда мы запускаем код на PHP, мы не прогоняем его ни через какой компилятор. Он сразу на лету переводится специальной программой интерпретатором в машинный код. То есть, в компиляторах мы сначала берем и вручную прогоняем вот этот наш код, чтобы получить готовый уже экзешник. А в интерпретаторах это все каждый раз на лету происходит. То есть, грубо говоря, на лету каждый раз как бы переводчик переводит из того, что мы написали в PHP коде, на PHP языке, в машинный код, чтобы его понял компьютер. Это немножко дольше, но это удобнее. То есть, и там, и там есть минусы и плюсы. Так, это есть. Теперь, ну, опять же, про преимущества PHP. Это то, что очень много чего написано на PHP. Также он еще у нас кроссплатформенный. То есть, вы можете его скачать себе там на винде, на линуксе, на маках. Короче, он работает по разным системам. Вам просто нужно как бы скачать эту программу, запустить ее. Ну, он скачивается в виде программы. Запускаем ее, он устанавливается, и все. У нас есть PHP на нашем компьютере. Мы можем себе разрабатывать свои сайтики, делать то, что нам надо, и все у нас будет работать. Еще PHP тоже вот как бы преимущество его – это низкий порог хода. Ну, я считаю, что это как бы и плюс, и минус, потому что плюс – это низкий порог. Да, это может кто угодно попробовать. Ну, то есть, с любым уровнем знаний. Например, вы до этого вообще не знали, что такое IT. Вы можете начать там изучать PHP. Вы, скорее всего, вам будет это проще даваться, чем там, не знаю, учить C какой-то и так далее. То есть, более сложные языки. Но, с другой стороны, это минус, как я считаю, потому что из-за низкого порога в мире PHP, так сказать, очень много людей с низким уровнем знаний. Ну, то есть, выучились там, не знаю, на YouTube какие-то курсы посмотрели, и все, он пошел работать, он думает, что он уже специалист. Но на самом деле это не так работает. Ну, типа кажется, что да, ты уже все знаешь, что там еще учить, но на самом деле как бы предела нету, да, и надо постоянно развиваться, чтобы стать хорошим специалистом. И как бы вытекает из этого всего то, что у нас много как бы специалистов с низким уровнем, и получается, что очень много проектов, ну, если мы говорим про фриланс, например, с очень низким качеством кода. То есть, вы, например, берете какой-то проект себе сделать, вы думаете, там, ага, там есть проект, я возьму его сейчас забабахаю там за полчаса, и все, да, и получу денежку. Но на самом деле вы берете этот проект и там играете с ним целый месяц, потому что там так он классно написан, что просто нельзя взять так, сделать, как вы думали, а надо там очень сильно извращаться, чтобы это все более-менее в нормальном виде сделать. Дальше. Посмотрим вот эту вот схемку, как оно все работает. То есть, если мы говорим вот про часть, как мы видим это все в браузере, как оно происходит, то вот мы начинаем с клиента. У нас есть такая штука, как клиент-серверная архитектура. Это штука, ну, это архитектура, в которую участвуют как бы клиенты сервера. Клиент – это считается вот наш браузер, например, тот, кто делает запрос, а сервер – это считается тот, кто будет принимать этот запрос и обрабатывать. И опять же, ну, я буду говорить очень часто сегодня там сервер, я не буду говорить там веб-сервер, вот эти все такие уточняющие, потому что это так мы сокращаем, ну, мы привыкли так все говорить. И, ну, как бы, если я говорю сервер, это я и понимаю веб-сервер под этим. Но на самом деле веб-сервер – это как бы обычный компьютер, который находится в интернете, то есть с выходом в интернет 24 на 7, то есть он постоянно в интернете, на нем установлено специальное программное обеспечение, то есть специальная программка, которая называется сервером, веб-сервером, и вот она как раз и обрабатывает вот эти запросы. И вот этот весь компьютер с этим ПО – это считается у нас веб-сервер, да? Ну, то есть нету такого отделения, что там, типа, компьютер с этим ПО и все так далее. Вот это все в совокупности считается у нас как бы сервак. И вот как раз вы со своего клиента делаете запрос. Запрос – это, например, вот я захожу на сайт и обновляю страничку, да? Я делаю запрос на какой-то веб-сервер, чтобы получить эти данные. Вот у нас пошел запрос на веб-сервер. Веб-сервер принял наш запрос, то есть он понял, что я хочу получить, например, вот в этом случае вот эту вот страничку, да? С каким-то своим описанием. Веб-сервер это понял, обработал и отдал нам результат. Но я слишком быстро это рассказал. Веб-сервер у нас это понял. Он видит, что у нас вот этот контент, который надо отдать, он находится на PHP. То есть ему надо запустить еще вот эту программку PHP. Он запускает и там дальше уже в совокупности выполняется логика, которая написана на PHP. То есть, например, на PHP там надо пойти взять какой-то, не знаю, файл, обработать его, да? Или пойти в базу данных за тем, чтобы получить список товаров или еще что-то. Ну, то есть в какое-то хранилище. И вот это все, короче, происходит в PHP, логика обрабатывается. И потом возвращается на веб-сервер ответ, что вот я сделал, отдавай клиенту там, что надо, то и делай. Веб-сервер это берет, преобразует как бы в HTML и отсылает уже нам. И вот как раз мы, ну, как бы у нас сервер, бэкэнд-часть может работать на каком угодно языке. Но если мы заходим на это приложение, там, например, с браузера, то мы обязательно всегда получим HTML-код. То есть там хоть что, хоть какой язык будет на бэкэнде, да, нам все равно всегда придет HTML. То есть веб-сервер его преобразует, сделает специальным образом нам HTML-кузинерит и пришлет нам. Вот так это работает. Это называется клиент-серверная архитектура. И дальше мы перейдем к тому, что такое IDE-шка. IDE-шка – это то, где программисты пишут свой код. Ну, то есть вот у меня есть PHP-шторм, я здесь буду писать свой код. В как бы обычном понимании это есть текстовый редактор. Ну, то есть редактор, с помощью которого мы пишем код, только не обычный, а, скажем так, суперпродвинутый. Потому что вот здесь я выделил, ну, собрал группу, у нас как бы собрано IDE-шки. То есть именно IDE-шки они считаются. IDE – это, можно сказать, как такой комбайн, в котором собрано очень много чего под конкретный язык, чтобы было удобно разрабатывать. И как раз вот у меня стоит PHP-шторм, он специально заточен под PHP-язык. Если мы будем писать на каком-то другом серверном языке, ну, и вообще на каком-то другом языке, нам надо будет использовать, скорее всего, какую-то другую IDE-шку, которая под него заточена. И получается так, что это программа, которая сугубо заточена именно под ваш язык. И вы можете там все приколы, ну, короче, все ништячки, которые есть, которые вы можете использовать, вы тут можете там буквально в несколько кликов запустить и использовать. Ну, например, там, если вам надо какую-то штуку запустить, что-то протестировать, если вы не будете там, например, использовать что, ну, как бы IDE-шку, да, это необязательная часть, то вам просто надо будет на это, не знаю, минут пять потратить, да, чтобы это все запустить, там такое все. А если мы используем какой-то такой инструмент, это все в разы ускоряет нашу разработку. То есть мы там нажимаем пару кнопочек, и ну, все запускается. Ну, это все так очень в общих словах, чтобы вы понимали, в общем, как это все устроено. И вот здесь в уголку я собрал еще тоже, вы можете тоже часто встречать эти названия, NotPath, Sublime и Visual Studio. Это, ну, как, некоторые считают его IDE-шкой, да, но на самом деле это не IDE-шки, это просто продвинутые текстовые редакторы. Ну, вот как там, например, у вас есть, ну, да, какой-то текстовый редактор, в котором вы открываете файлики, там просто текст. Вот это продвинутые текстовые редакторы, это как бы они не дотягивают до IDE-шки, но в них удобно очень тоже писать код, особенно если там плагинами докинуть и тому подобное. И еще вот эти продвинутые текстовые редакторы, они у нас бесплатные. А если мы говорим про IDE-шки, то они почти всегда идут у нас платные, ну, потому что их разработкой постоянно занимается какая-то компания, усовершенствует, дорабатывает что-то, и, соответственно, за это надо все платить денежку. Если мы не хотим, ну, платить, да, то мы берем, используем там какие-то бесплатные редакторы, то есть не без этого. Но если вы один раз перейдете на IDE-шку, то вам на эти редакторы потом уже не захочется возвращаться. То есть как бы все вначале, поначалу начинают с редакторов вот этих, им кажется, что это все круто, там зачем платить деньги и переходить дальше. Ну, потом, если вы какой-то раз что-то попробуете, перейдете там хотя бы недельку-вторую поработаете, то вы уже назад, скорее всего, не захотите возвращаться, потому что это удобная штука. Но это не реклама, этого я просто рассказываю, как оно бывает. То есть это уже по своему усмотрению, что хотите, то и юзайте. Так, идем дальше. Командная строка. PHP, то есть здесь я хочу рассказать про то, как мы можем запускать наш PHP-скрипт. Вот, например, я зашел в свой редактор, я здесь создаю PHP-шный скриптик. У меня на моем компьютере сейчас настроен локальный текстовый, ой, блин, локальный веб-сервер. То есть этот веб-сервер настроен и запущен только у меня на компьютере. И получается, у него нет выхода в интернет. Ну, это называется локальная разработка. И я могу перейти в браузере по вот такому урлу. Это он у меня зашит специально. Ну, как не зашит, а он у меня на моем компьютере, на моем веб-сервере локальном. Он у меня настроен. И я могу в браузере вести test.com, и я увижу то, что я хочу видеть. И так вот, я беру, пишу, например, код на PHP, я хочу что-то вывести. Я в браузере захожу на вот этот сайт, у нас запускается вот этот вот код, и я вижу как бы результат уже выполнения. Вот видите, то, что мы сделали вывод на PHP, мы его увидели в браузере. Это один способ, как можно запустить PHP. И есть еще второй способ. Мы можем, вот это называется комбандная строка. Она есть на всех тоже операционных системах. Мы можем через нее запускать наши скрипты тоже. И для этого нам надо сначала написать PHP. Ну, опять же, если у вас может не запуститься со слова PHP просто, потому что вам надо будет прописать путь к интерпретатору. У меня просто стоит такой уже алиас. То есть, если я пишу в командной строке у себя PHP, у меня мой компьютер понимает, что это я хочу запустить там, допустим, полный путь, там, не знаю, какой-то вот такой путь до того интерпретатора идет. То есть, это прямой путь к программке вот этой, что я вам говорил, что вы скачиваете, устанавливаете ее, ну, то есть язык. И вот это считается, я пишу PHP, дальше пишу, что я хочу запускать. Ой, не тест. Я пишу название файла, и видите, он у меня запускается. То есть, он у меня вот здесь отработал. Сейчас вот так напишу. Вот видите, у меня вывелось то же самое, что мы видели и в браузере. Но между этими запусками есть различие в том, что если мы заходим с браузера, то для того, для вот этой вот схемки нам нужен веб-сервер. Ну, потому что мы делаем с браузера, с клиента, запрос на веб-сервер. Веб-сервер понимает, что это там PHP надо запустить. Он потом отдаст тебе какую-то логику, ты это все обработаешь, отдашь обратно в браузер. То есть, для этого всего дела, если мы заходим через какой-то клиент, то нам надо веб-сервер иметь для этого. А командная строка, тут немножко дроид. Тут веб-сервер уже не надо. Он не участвует в этой цепочке. Здесь нам достаточно иметь сам вот этот PHP как программу, установленную у нас на компьютере. Вот как раз мы указываем, через какую программу мы будем запускать наш скрипт. То есть, через PHP запускаем наш вот этот вот файлик index.php он называется. И еще, если будете делать что-то подобное, у вас могут быть некоторые проблемы. Например, вы заходите в браузер, у вас оно работает. Вы заходите и запускаете через консоль свой скрипт, и у вас оно уже не работает. Почему так? Потому что, как я сказал, это разные штуки, и, соответственно, под них есть разные конфиги. То есть, под браузер у нас один конфиг, под консоль у нас другой конфиг. И, например, у вас там может быть настроено таким образом, что в браузере там включена какая-то опция. А когда вы запускаете с консоли, там срабатывает другой конфиг. Ну, то есть, конфиг – это настройки. И там выключена эта опция. И у вас уже не будет работать. Вы не будете понимать, почему. Для этого надо идти, править конфиг, подстраивать под то, что вы запускаете и так далее. Ну, и там еще, это я вам так в двух словах просто рассказываю. Если углубляться в эту тему, там можно и еще несколькими способами это все дело запускать через консоль. И какие отличия между браузером и консолью. Ну, то есть, если вам интересно, вы можете это дальше почитать. Но это так, мы сжато бежим по этому делу. Дальше. Или давайте… Сейчас я посмотрю в чатик, там что-то есть. Может, есть какие-то вопросы у вас? Можете задавать. Опять же, если вам что-то непонятно, вы можете меня перебывать и спрашивать. Так, идемте дальше. Теперь разберемся с тем, что такое база данных у нас. Вот у нас есть связка, как я вам показывал, клиент, сервер, язык. И вот язык может идти, мы с помощью языка можем идти, например, в какую-то базу данных за данными. Ну, например, мы там храним вот свой список наших продуктов. И мы не можем хранить эту информацию в обычных текстовых файликах. Ну, мы это дело можем хранить, но это как бы вообще неправильно это делать. И нецелесообразно, да? Потому что это будет и долгая работа, и там куча проблем дополнительных. В общем, если нам надо хранить какую-то информацию, мы храним ее в базе данных. База данных, это у нас идет, опять же, отдельной программкой. Ее надо доустанавливать отдельно. И мы можем делать к ней запросы, какие-то, какие нам надо, чтобы хранить там какую-то информацию. То есть, грубо говоря, база данных – это такая программа для хранения нашей информации. И чтобы нам делать запросы с нашего языка в эту базу данных, нам надо там, допустим, устанавливать, опять же, драйвера. Если у нас не срабатывает все с первого раза. Ну, то есть, нам надо специальные такие еще доставить драйвера. Это программки, с помощью которых мы… Это, можно сказать, такие переводчики, да? Между языком программирования и базой данных вашим. Для того, чтобы, когда вы будете делать запрос из языка программирования в базу данных, база данных понимала, что от нее хотят. То есть, переводилось на лету это все дело. И получается, база данных – это общее такое понятие, да? Для чего она, что это и как ее используют. Дальше мы рассмотрим СУБД. СУБД – это уже называют какую-то конкретную программку. То есть, СУБД расшифровывается как система управления базами данных. И, соответственно, СУБД у нас уже могут быть разные. Вот, смотрите, датабейс – это у нас общее понятие всей этой системы, да? Как база данных. Дальше у нас идут уже СУБД конкретные какие-то. Например, MySQL, Postgres и так далее. И вот это уже какие-то конкретные программки. То есть, есть программка MySQL, грубо говоря, да? То есть, это какая-то конкретная база, которую мы можем поставить себе на веб-сервер, синхронизировать ее с нашим языком и чтобы она уже работала. Или какую-то другую, которую вы захотите. Также еще есть базы данных, они делятся на несколько типов. Вот как раз у нас есть несколько примеров СУБДшек, да? Ну, то есть, разных баз данных. И опять, я дальше буду говорить база просто база или база данных, но это буду считать какую-то конкретную СУБД. Например, MySQL мы будем работать сегодня, да? И получается, базы делятся еще на несколько типов. Это на реляционные и нереляционные. Реляционная, она можно считать, если по-простому, можете представить себе как Google таблицы, да? Вот реляционная база, это можно считать, что такие таблички, в которых хранится информация. И реляционной она называется из-за того, что у них, ну, она хранит в себе связи между данными какими-то. То есть, например, мы не храним, если у нас есть товар, мы не храним всю информацию в одной таблице по товару. Ну, например, там название, цену товара, мы это все храним в одной табличке, а уже, например, там связь с другими категориями или опциями или еще чем-то мы уже храним по связям специальным в других таблицах. То есть, есть таблица продуктов, есть таблица категории, есть таблица опций. И вот как раз мы можем связями это все связывать, чтобы оно у нас было все по некоторым святым, а не все в одной куче лежать. То есть мы все раскидываем по отдельным табличкам и храним вот так вот структурированно у себя информацию. И есть еще нереализационная база данных. Это мы можем видеть вот эту вот справа картинку. Она хранит в себя информацию в виде k-value. Ну, то есть есть какой-то ключ и есть value, по которому мы можем получить эту информацию. И, соответственно, по ключу мы просто достаем информацию и как бы используем. Ну, используются как реляционные, так и нереализационные в зависимости от ситуации. То есть нету какого-то такого четкого ответа, что вам там всегда надо использовать какой-то один тип. Это все смотрится по ситуации. Может, на одном проекте и разные типы используются, то есть и реляционную, и нереализационную. То есть это все надо смотреть по ситуации, как лучше для проекта, чтобы он там масштабировался нормально и все остальное, чтобы поддерживалось это все дело. Так, теперь переходим к следующему. Что такое библиотеки? Библиотеки – это такие штуки, грубо говоря, это такое собрание кода, которое мы можем переиспользовать у себя. То есть кто-то написал какой-то скриптик, например, email-валидатор, там уже прописан код, который специальным образом валидирует email. То есть вы задаете в эту библиотеку, передаете email, и на выходе вы получаете ответ, допустим, этот email валидный или невалидный. И вам уже не надо внедряться, понимать вот эту всю логику, как оно внутри происходит, какие там вычисления надо сделать и тому подобное, чтобы понять, что это валидный email или невалидный. То есть библиотека – это, грубо говоря, такой как молоток, инструмент, который создан специально под какую-то задачу. Если нам надо сделать этот валидатор, мы можем это все дело и сами писать, но это все будет дольше значительно. Мы можем пойти, найти какую-то уже готовую библиотеку, то есть кто-то уже до нас написал этот код, протестировал и отдал там, допустим, в использование. Мы можем брать ее и использовать. Но опять же, это если бесплатные. Есть и платные библиотеки, их тоже надо покупать. Дальше мы… Что такое фреймворк? Вот если библиотеку это сравнивать можно с молотком обычным, то есть это инструмент для какой-то определенной цели, то фреймворк – это можно сравнить уже, например, с ящиком с инструментами. То есть это уже такой ящик, в котором собрано много инструментов под какие-то конкретные задачи. И, например, вы можете писать какое-то приложение. Вы можете это делать, все писать абсолютно с нуля, как вы хотите, как вы думаете правильно и тому подобное. Или вы можете взять вот этот вот готовый ящик с инструментами и с помощью этих инструментов быстро создавать то, что вам надо. Например, вам не надо думать про какую-то часть вашего приложения, потому что уже она сделана. Вам просто надо взять этот компонент, например, передать него информацию и получить уже на выходе какие-то данные. Так, дальше рассмотрим, что такое REST API. API, то есть это такая штука, с помощью которой мы можем связывать несколько приложений. Ну, то есть это специальный такой архитектурный стиль, который используют для того, чтобы можно было дружить между собой несколько приложений. Ну, например, вы пишете там одно приложение на PHP и хотите, чтобы там с любых других серверных языков могли делать запросы к вашему приложению и получать какие-то данные от вас. Для этого вы создаете свое приложение и создаете себе вот этот API. API, он будет, грубо говоря, преобразовывать ваши данные в один структурированный вид, который не будет меняться. И тот, кто будет делать вам запрос, он будет понимать, что, ага, я сделал запрос и мне отдадут данные в вот таком вот виде. Я просто забираю эти данные и там уже использую их своих целей, которые мне надо. Например, вы там делаете свое какое-то приложение для погоды. Саму погоду вы как бы не знаете. Для этого вам надо пойти на какой-то специальный ресурс, который там занимается вот этим всем делом, и в него запросить погоду по конкретному месту. И потом уже вывести себе в определенном виде. То есть вы берете, пишете на каком-то языке, который вы хотите, приложение, которое будет ходить на другой сервис. Вы абсолютно не знаете, на каких технологиях он написан и тому подобное. Вы просто знаете, что вам надо сделать запрос по вот этому URL, например, и вы получите вот такой вот набор данных. Вы делаете, получаете, и потом вы уже эту информацию отображаете вашему пользователю, как вы захотите. То есть вы получаете информацию и отображаете, как хотите. Еще можно, если с реальным миром сравнивать, то, например, когда вы приходите в какую-то кафешку, ресторан, вы не взаимодействуете напрямую с кухней. Вы взаимодействуете через официанта. Ну, то есть вам не надо знать, как устроены процессы на кухне и тому подобное. Вы знаете, что вы передадите через официанта какую-то информацию, и в итоге вы получите опять же через него уже информацию или готовый продукт. Он обработает информацию, которую вы передаете, передаст ее на сервер, то есть на кухню. Сервер обработает эту инфу и отдаст обратно опять же через официанта. Официант понимает, что там ему ответили на сервере и отдает определенную информацию уже клиенту. И все. Это так в нескольких словах, если описывать. И тоже еще в API-приложениях мы можем делать некоторые типы запросов. То есть мы можем делать запрос через get, put, post и delete. То есть это такие четыре типа запросов, с помощью которых строится CRUD. CRUD это такая специальная модель, через которую мы можем управлять нашими данными. То есть CRUD это подразумевает под собой что? Create, update, delete и read. То есть течение. То есть мы можем что? Прочитать информацию, создать новую информацию, обновить уже существующую и удалить какую-то информацию. На примере, опять же, товара. Есть интернет-товар какой-то, вы можете его создать какой-то новый. Потом вы можете его уже обновить, удалить и там просто посмотреть про него информацию или получить список каких-то. И вот как раз на этой фотке мы это и можем увидеть. То есть create, delete, update и read. Чтение. И теперь переходим к гиту. Система управления версиями. Это тоже такая важная часть, если вы хороший прогер и особенно если вы работаете в команде. Ну и даже не в команде, если вы ведете свои какие-то проекты, это тоже очень удобно. Вот эту гид-систему можно сравнивать на примере, как в этих Google таблицах есть история изменений. Вот вы можете зайти в какой-то файлик и посмотреть историю ее изменения. То есть кто, как, когда изменял этот файлик. Вот гид это можно сравнить то же самое, только для прогеров. И гид отслеживает состояние изменений в файлах. Ну то есть он отслеживает изменения в файлах. Например, вы там разрабатываете с каким-то человеком один и тот же сайт. И вы работаете над одной и той же страницей. Вы, например, пишете свой кусок кода, а он параллельно в это же время пишет, например, свой кусок. И вот если вы, например, работаете без системы управления, то вы что, просто берете, закидываете тот код, который вы написали на сервер, и эта информация уже видна вашим пользователям. А получается, он в тот же момент работает, но на несколько секунд позже немножко. И получается, он после того, как вы уже закинули на сервер, берет, закидывает свой кусок кода. А этот кусок кода перезатирает ваш, то есть то, что вы написали. Ну вот так сложилась ситуация. И получается, что пользователь увидит уже что-то новое, и то, что вы написали, оно просто затрется, и все. Если у нас будет вот эта система управления версиями, мы не сможем просто так перезатереть эти данные. Это раз. И второе, то, что мы сможем всегда видеть эти изменения. Ну то есть, что там, допустим, Proger 1 внес такие изменения тогда-то. Proger 2 внес такие изменения. И мы можем к любому изменению откатиться, его накатить. Ну то есть нам не надо помнить, что там, типа, неделю назад был такой код. Мы это все делаем с помощью вот этой системы Git. И есть еще облачное хранилище для ваших проектов. То есть это GitLab, GitBucket и GitHub. Это такие самые популярные. То есть вот эти хранилища мы можем сравнивать, опять же, если простым языком, это с Google диском. У вас есть какое-то пространство в облаке, то есть в интернете, да. И вы можете там хранить какую-то информацию. Только вот эти вот штуки, они созданы специально под то, что там хранить свой код какой-то. И они синхронизировано работают с этой Git-системой. Так, по теории мы прошлись. Теперь давайте какие у вас есть вопросы, может. Может что-то кому-то непонятно еще раз показать, рассказать. Хорошо. И вот еще вам пример фотки. Я тоже нашел, что такое REST API. Ну, опять же, если рассказывать, это вот мы с клиента делаем запрос, делаем на веб-сервер. И веб-сервер не напрямую принимает этот запрос, а через вот этот REST API. То есть он принимает в каком-то виде, понимает, что это за информация обрабатывает. И потом отдает это, опять же, клиенту. И вот так же еще вот здесь я нашел статью, где можно почитать, как еще запускать консольные наши скрипты. То есть вот это, что я вам показал, это один пример. Но здесь есть еще много разных опций, много вариаций, как это все можно делать и запускать. Так, теперь с этим мы закончили. С теорией теперь будем переходить к практике. Как я говорил, мы сделаем UI-шное приложение. Оно делается очень быстро. И смотрите, я его уже себе установил, чтобы время не занимать. Но есть вот такая вот статья. И что мы можем сделать? Мы берем, копируем вот эту команду. Ну, то есть мы можем выкачивать с Git репозитория эти данные. То есть данные этого фреймворка UI2. Это фреймворк, на котором мы сегодня будем разворачивать вот это наше такое мини-API. И получается, что для того, чтобы этот фреймворк для начала себе выкачать, нам надо сделать вот такую вот команду. Мы его запускаем. Но сначала вас может запросить, что нету композера. Его надо будет доостановить. Композер – это такая специальная тулза для того, чтобы быстро и удобно там устанавливать, обновлять какие-то зависимости для вашего проекта. Так, дальше вот эта штука может быть дефолтная. И вот если вы хотите в какую-то конкретную папку его установить, вы можете это указать. Вместо UI Application вы можете написать папку, которую вы хотите. Вот на примере я опять же просто покажу. Мы заходим в терминал. Вот я выйду на уровень выше. И я, например, у меня есть вот папочка API.test. Я хочу его установить в эту папку именно. Я вставляю эту команду и пишу вот так. API.test. И все. У меня запускается вот этот композер. Он подтягивает все зависимости, которые нам надо для нашего проекта, фреймворка, и устанавливает их. В итоге у вас будет вот такая вот штука, как вы видите вот здесь, в левом этом сайдбарчике. То есть вот это все – это файлы нашего фреймворка. Я уже сделал и настроил синхронизацию на удаленный сервер. Но это не текущая тема, чтобы опять же не занимать время. То есть что это значит? У меня есть мой сайт, мой домен в интернете. И получается, я хочу так, чтобы я писал код сразу на своем компьютере. Например, вот здесь. Я хочу поправить какой-то код. Вот я поправляю код. И он у меня получается автоматически забрасывается на мой сервер. И я могу эти изменения сразу же видеть в интернете. То есть вот эта уже панелька справа. Это уже как бы я подключен к своему серверу. Я вижу файлы на этом сервере. То есть сервер – это удаленный компьютер, к которому я подключился специальным протоколом. И вот видите, у меня вот здесь уже появились эти изменения. Если я это дело все уберу, переоткрою этот файлик, то вот у нас эти изменения пропадают и там. То есть мы таким образом можем быстро смотреть уже прямо в интернете, что у нас происходит с нашим приложением. Теперь по поводу самого фреймворка. Мы его устанавливаем. И дальше я специально установил Advanced шаблон. В фреймворке есть два шаблона. Есть UE Basic и есть UE Advanced. Basic – это для каких-то простеньких сайтов. Но мы могли на нем написать и API. Но я сделал на Advanced шаблоне. Это то есть расширенный шаблон специальный, в котором есть там штуки уже сразу написанные, чтобы мы могли писать разные приложения. То есть видите, у нас есть тут папочка backend и есть папочка frontend. То есть это мы можем создавать уже разные приложения. Backend – это будет считаться админка. Админ панель, через которую там менеджеры могут добавлять какую-то информацию. А frontend – это та часть, которую будет видеть у нас пользователи. То есть это обычная передняя часть любого сайта. И получается, мы будем создавать API. Значит, что мне надо создать API папочку. Я беру, копирую frontend. Называю ее API. И вот она у меня здесь появилась. Скопировалась. То есть здесь скопировались уже все файлы, которые нужны будут для моего API-приложения. По сути, дальше нам надо подправить первым делом это environment. Здесь тоже добавить, скопировать эту DEU API. Я копирую эту папочку на API. И внутри я буду заменять все frontend на API. Видите, это я могу control-shift-f. Я искать могу конкретно по всей папке какие-то выхождения. Например, у нас есть какой-то код. Так, какой-то вот код. Я хочу в этой папке найти все вхождения этого кода. Я беру, пишу вот так. И видите, он мне показывает файлик. И вот это уже часть кода, где находится, соответственно, то, что я ищу. То есть нам надо сейчас... Я скопировал frontend на API. Ну, я заменил на API, переименовал. И теперь мне надо все, что внутри вот этой папки называется frontend, надо все переименовать. Потому что эта часть заточена именно по frontend, а у нас API, по сути, будет. Здесь ничего нет. Дальше вот этот файлик нам еще нужен. И вот этот вот блок development. Я беру и копирую frontend часть. И просто переименовываю на API. Вот так. И вот здесь еще копирую. Тоже переименовываю. Это... Вот эта папочка environments. Она служит нам для того, чтобы подтянуть в наше приложение какие-то штуки под конкретное окружение. А окружение это, то есть вот я разрабатываю себе сейчас приложение на своем локальном компьютере. Я его разрабатываю, потом я закидываю его в интернет. В интернете это считается как прот. Ну, то есть обычно как происходит разработка. Вы работаете на своей локальной компьютере. На локальном компьютере. Делаете там что угодно вообще вам. И потом вы просто деплоите там уже в интернет, грубо говоря. И вот как раз у вас на компьютере там могут быть, допустим, подключения к базе. Там логин, пароль один указан. А на сервере это будет логин, пароль другой. И вот как раз эти все данные мы можем вот здесь указать. Вот видите, я не зря правил папочку dev, потому что я буду работать с dev окружением. То есть вот здесь. А если мы будем подключать это уже там, допустим, в интернете, то там будет уже прот срабатывать папка и переноситься другие файлики. Так, это есть. Теперь давайте зайдем внутрь API и посмотрим фронтенд все. Так, фронтенд нету ничего. Так, теперь в комоне мы заходим в конфиг. И здесь есть Bootstrap. Это специальный файлик, в котором собраны как бы алиасы для всех наших приложений. Вот видите, у нас есть фронтенд, бэкенд и консоль. Ну, то есть вот еще и консоль, да, я про него забыл. Это консольное приложение, которое мы сможем потом запускать тоже в терминале. То есть в терминале мы можем запускать это консольное приложение. Оно будет работать, как в обычном браузере мы запускаем там фронтенд часть, да, например. То есть под каждый тип мы запускаем свое какое-то приложение. Так, API есть. Здесь переименовал API. И вот как раз, опять же, если по структуре проходить быстро, Common – это папка, в которой собраны все общие вообще настройки по вашему проекту. То есть вам на весь проект, на все приложения может понадобиться только одно подключение к базе данных. Значит, вы берете, прописываете в Common там логин, пароль, и все, у вас, вы сможете и в API, и в бэкэнде, и в фронтенд, и в консоли подключаться к кодной базе. Если вы там, допустим, хотите в одном приложении к кодной базе подключаться, то вы заходите и подключаете, делаете подключение к конкретной базе. Там, например, в API приложении есть папочка конфиг, и вот здесь мы там можем делать это подключение, да, которое нам надо будет. Так, мы это поправили, теперь надо зайти в консоль и поправить еще миграции. Здесь по дефолту созданы две миграции. Миграции – это такие штуки, с помощью которых мы можем делать изменения в базе данных. Например, нам надо создать таблицу, нам надо обновить какие-то данные в таблице. Мы это все дело можем делать сразу через миграции, то есть удобным видом. И если мы потом, например, работаем с одной субэдэшкой, там, например, MySQL, потом переходим на какую-то другую, мигрируем, на Postgres, да. И если бы мы не писали миграции, не работали через фреймворк, а писали все напрямую, там, типа, на PHP-коде специально затачивали все команды под MySQL, то нам потом будет в разы сложнее переходить на какую-то другую базу, мигрировать. Потому что нам надо будет по всему нашему коду пробежаться, изменить эти кода, где у нас написано, там, именно, заточенный под MySQL, там, на другую базу и так далее. Если мы вот используем, допустим, frontend, используем этот фреймворк, и вот такие штуки, как миграции, там, допустим, модельки мы дальше будем использовать, мы про это все вообще забываем. То есть нам это знать даже и не надо будет, да. И таким образом я хочу здесь создать не таблицу users, это мне не надо будет, delete, удалим этот файлик, здесь тоже удалю миграцию, удалю второй файлик и сделаю правку вот в этом. Мы не будем создавать юзеров, авторизацию, вот эти все дела, мы просто сделаем таблицу product, в котором будем хранить name, то есть title, товара, да, ну мы делаем такую мини-версию. И опять же, еще очень важный момент, я забыл сказать, что здесь в вебинаре мы не делаем прям 100%, как это должно быть реализовано и там с интеграцией у боти будет дальше и с платежкой, да. Я вам показываю просто, что можно делать на PHP, там, типа, как интегрировать с другой системой, как быстро развернуть, там, не знаю, тот же API-приложение и тому подобное. Но здесь не будет вам такого подробного объяснения, что, как, зачем делать, как правильно и так далее, да. То есть это уже надо идти учиться, практиковаться и все тому подобное. Так, title. Дальше мы, допустим, сделаем три поля. Title, price и сделаем description. Вот это я сейчас описываю просто поля, которые будут сохранены, созданы в базе данных, то есть меня создастся табличка product, да, как в Excel, допустим, табличка создастся, вы ее как-то назьете, вот мы называем product. И будем, это мы говорим, что здесь будем хранить все наши продукты. И дальше просто я создаю четыре колонки. Колонки, ну, это как в обычной табличке, да, то есть я буду знать, что в колонке ID у меня будут лежать там идентификаторы этого всего дела. В колонке title будет лежать там название у всех продуктов, да. В price будет цена в description и описание и так далее. Так, price, здесь у нас будет тип decimal и давайте, не знаю, там 5, 2, вот так пусть будет. Скажите, а мы таблички разве не во множественном числе называемся, да? Правило, да, ну, типа, это даже не правило, это рекомендация. Обычно сущности, да, правильно заметили, что там не product, а products, но, как правило, это кто как хочет, так и делает. По-правильному, если мы говорим, да, по рекомендациям лучше во множественном создавать сущность, то есть products и так далее. Но это все, как бы, опять же, вы бэкендер, вы разработчик, вы делаете это все и вы сами можете, как бы, планировать. И из-за этого тоже, почему я сказал, что это рекомендация, потому что дальше, если вы пойдете работать, вы учитесь, то вы можете не видеть, что там будет множественное, да, потому что просто кто-то делал там, не знал про это, да, ему захотелось дать название для этой таблички в таком виде, и все. Он дал, и там дальше проект так работает, его никто не будет переписывать, этим всем заморачиваться. Да, ну, как вы говорите, что потом берешься за какой-то проект, и голову там сломать можно, и теряешь на это кучу времени. Это же как хорошая практика считается, правильно? Да, да, я же говорю, это рекомендации, то есть это как и, допустим, по PHP, вы можете писать какой-то код, просто как вы там, допустим, какие-то, не знаю, вырванные коды из контекста, да, там, например, посмотрели на одном сайте, на втором, на третьем, и это все в кучу собрали там в разных стилях и себе пишете. И получается, ваш код будет плохой, да. Ну, плохой он будет работать, но он будет плохой считаться, потому что его там не сможет, например, понять какой-то другой разработчик. И для этого созданы вот эти рекомендации, например, PHP, это PSR, да, то есть созданы специальные рекомендации, правила, по которым мы должны писать наш код. Ну, и точно так же и здесь. Вы правильно подметили, да, поправили меня, product надо, а не product, по-правильному, ну, то есть, чтобы потом было правильнее это все дело. Так, дальше мы делаем что? Все, мы делаем вот такую вот команду. Сейчас я запущу. Так, это все у меня загрузилось. Окей. Это есть. Теперь я открою. Вот так. Я в консоли уже зашел на свой сервер. Я перейду в папку с моим проектом. HTML. И теперь мне надо выполнить вот эту команду. То есть, я выполнил PHP init. Там с флагом development all и all, да. То есть, что это значит? Это значит, что я запустил вот этот вот скрипт на PHP. То есть, скрипт называется init. Запустил с помощью PHP и указал вот эти флаги. Вот как раз development. Я сказал, что я хочу перенести вот из environment вот эту вот папочку. То есть, environment под dev окружение. И все, что было здесь, перенеслось нам в эти вот папочки. Вот, например, мы зайдем в API и в Web. В Web. И видите, здесь, допустим, есть индекс. А вот здесь индекса нету, если мы зайдем на локалки, потому что оно у меня не синхронизировалось отсюда сюда. И здесь мы видим справа виртуалку, ну, то есть, сервер мой, а здесь локалка. Видите, до того, как я выполнил команду, у нас была вот такая вот штука. То есть, веб и без индексов. А после выполнения уже все это дело перенеслось и выполнилось. Теперь, после этого, когда у нас оно все перенеслось. Так, это есть. Есть. И теперь нам надо сделать подключение к нашей базе данных. Мы идем в common. Сейчас так. Я синхронизирую и это. Выкачу. И теперь идем в common. Config и mail local. И здесь у нас есть вот такой вот блок DB. То есть, с помощью него мы можем сделать подключение к нашей базе данных. Вот таким вот простым способом. Здесь мы, видите, пишем, что MySQL. Мы будем подключаться к базе данных. Дальше мы указываем хост, что это будет local host. Дальше указываем нашу базу данных. Я уже ее создал заранее. У нас будет она называться api-test. Api-test. Дальше. Пользователь юзернейм. Он у меня будет test custom. И дальше паспорт. Сейчас я его скопирую. То есть, мы указываем, по сути, доступы для того, чтобы подключиться к нашей базе данных. И после этого мы уже можем выполнить новую команду, с помощью которой мы мигрируем то, что мы написали в миграциях, в нашу базу данных. Вот видите, она сейчас у нас пустая. Я запущу команду, и у нас все, что было написано, перенесется туда. Migrate. Так. Окей. Тест. Давайте вот этого пользователя попробуем. Test custom. Test user. То есть, оно мне сейчас говорит то, что я не могу сделать эту миграцию, потому что в пользователя нет доступа. Здесь тоже. Ладно, давайте тогда через вот это вот зайдем. Вот и все. Все равно база удалится потом. Вот я изменяю. Пишу root. Вот так. И теперь запускаю это все дело. Вот видите, у меня запустилась команда. Да, я говорю, что я хочу применить эти миграции. Они применяются. И теперь мы посмотрим вот сюда. Здесь появятся эти наши таблицы, которые у нас создались. Видите, tables 2 появилось. То есть, миграция – это дефолтная таблица, которую нам создает фреймворк. Он по ней понимает, какие у нас уже миграции есть и так далее. И дальше products. Соответственно, то, что мы записывали. Вот здесь title, price, description. Вот эти все поля, которые у нас есть. Теперь для того, чтобы мы могли в удобном виде работать через фреймворк, с нашей вот этой таблицей, в фреймворке существуют такие штуки, как модельки. Вот здесь есть уже базовые. Вот на примере вот этого юзера. То есть, здесь есть подключение к юзеру, есть какие-то правила. То есть, те штуки уже описаны для того, чтобы мы через фреймворк могли в удобном виде работать с конкретной какой-то таблицей в нашей базе. Я возьму его, скопирую и назову products. То есть, называем аналогично, как у нас называется таблица, чтобы мы понимали, что вот эта моделька products, она относится к таблице products. Соответственно, здесь это все дело я вот таким образом сотру. Здесь напишу products, active record. Мы не будем вот это имплементировать. Здесь нам надо, главное, оставить вот этот table name. То есть, это говорим о том, что мы подключаемся к какой таблице. То есть, мы можем, мы создаем, по сути, вот этот вот класс, и мы в нем будем описывать, какой таблицы, по каким правилам мы подключаемся, записываем и тому подобное. И вот главное, вот этот table name метод нам говорит о том, к какой таблице мы подключаемся. Я здесь могу и юзер оставить, да, у нас таблицы юзер нет, оно работать не будет. Ну, то есть, это будет неправильно. То есть, как называете модельку, так и должно, по сути, обращаться к той базе, ой, к той таблице. Дальше, бехеверы нам не надо. И рулы оставим. Правила. Это специальные штуки, по которым мы можем валидировать наши данные. Вот, например, мы сказали, что у нас в таблице title – это строка, price – это decimal, да, там, например, description – это текст большой. Мы это все можем описать вот в этом методе, то есть, в нем мы описываем правила, по которым мы будем валидировать данные. И если, например, пользователь пришлет нам невалидные данные, ну, там, например, вместо title, вместо price, например, пришлет строку, то у нас уже будет ошибка, и нам сам фреймворк нас это обезопасит и не даст записать эти данные в базу, чтобы там база рвалась на это все и так далее. И здесь мы пишем вот статус, это мы переименовываем на title. Мы говорим, что здесь у нас будет вот таким образом я беру. Мы сначала указываем первым наши столбцы, перечисляем, потом мы указываем тип, по которому мы будем валидировать. Допустим, стринг. Будем по стрингу валидировать. Дальше, в принципе, этого нам достаточно. Дальше я копирую, говорю price. Буду валидировать столбец price и буду валидировать с помощью специальной стуки, как number. Вот это все, что мы здесь описываем, внутри фреймворка оно будет запускаться так, что если я написал там стринг, это значит, что надо будет запустить стринг-валидатор на вот эти данные, которые придут в столбце title. То есть специальный класс, подобный этому, но только с другой логикой, запустится и будет валидировать эти данные. Дальше, если мы там number говорим, это будет запущен уже другой класс и так далее. И вот здесь в стрингу мы еще допишем description. Потому что у нас и то, и то, это строки. Description. Есть. Записали. В принципе, этого достаточно. Это мы можем уже удалить. И теперь нам надо создать наш контроллер в API-приложении. Заходим в контроллер. Контроллер – это специальная штука, которая обрабатывает ваш запрос. Ну, то есть это такая модель MVC, в которой участвует модел ViewController. Моделька. Ну, модел – это считается моделька. Это то, что мы здесь сейчас описали. То есть это часть, которая работает с базой данных. Это, грубо говоря, вот этот класс. Это тоже можно считать, что это переводчик на язык базы данных, грубо говоря. Такая обертка. Дальше идет View. Мы с ней сегодня работать не будем. Но View хранятся у нас в отдельной папочке. Это то, что мы видим на сайте, когда заходим. То есть это чистая HTML-ная история. Ну, не только HTML-ная. Ну, короче, то, что мы будем отображать в нашей фронтенде. И контроллер – это то, что принимает наш этот запрос. Он принимает параметры, которые мы передаем. Потому что мы можем передавать некоторые параметры в нашем запросе. Что мы, например, передаем, что я хочу получить там товар такой-то. И вот для того, чтобы я понимал в контроллере, какой это конкретно товар, мне надо знать какой-то там, допустим, его идентификатор. Это называется параметр. Я его могу параметром передать. И внутри контроллера я понимаю, что мне пришел такой идентификатор, например, в 3. Я иду в базу и выбираю там, допустим, продукт с ID-шкой 3. И отдаю там или еще по какой-то логике или обрабатываю и так далее. Так вот, есть уже специальный класс тоже. Ну, описанная инструкция, как делать там быстрые REST API-ки подойти. На этом фриворке мы возьмем вот этот вот кусок кода. Пойдем и сделаем API контроллер. Ой, не API, а продукт. Делаем контроллер. С представкой контроллера обязательно. Делаем, вставляю этот код. Так. Сейчас. Тех есть. Есть. И теперь мне надо переименовать мой класс. Пронокст. Есть. Он наследуется от ActiveController и он идет REST. То есть это специальный такой класс, от которого мы наследуемся. И в этом классе, если мы перейдем, здесь уже там реализовано много разных штук. Написана разная логика, с помощью которой мы можем не писать свой код, грубо говоря. Если нам надо какая-то универсальная там штука, получить, обновить, записать и так далее. Нам достаточно просто создать этот класс и прописать model class. Model class мы прописываем, что это будет у нас common. То есть мы прописываем namespace к нашей модельке. Это будет сейчас вот products. У нас видите, вот namespace начинается. Common models и дальше products. Неймспейсы – это такие специальные штуки, грубо говоря, пространство и имен. Ну, то есть класс может быть называться в вашем проекте несколько раз одинаковый. То есть, не знаю, там в фронтенде у вас может быть, например, products, в common products и в api products. И вот для того, чтобы вам понимать, какой конкретно класс вы хотите, с какого места, нам надо прописывать вот эти namespace. То есть мы говорим, что мы пойдем конкретно в common, models и products. Только вот здесь еще надо app заменить на API, потому что мы находимся в API, в namespace здесь тоже. И дальше еще заходим вот сюда. Нам надо немножко config поправить для того, чтобы отображалось все, как мы хотим. Заходим в API, config и дальше main. Здесь есть вот такой блок URL manager. Это специальная такая штука, компонент, с помощью которого мы можем описывать наши URL. Ну, то есть мы хотим, чтобы там, допустим, был домен, слэш и там products. И мы по этому URL могли получить какую-то информацию конкретно вот с этого контроллера. Для этого нам надо прописать вот такие подобные правила. Только вот здесь мы пишем products. Products. Products написали. И еще для того, чтобы у нас все завелось уже, нам надо еще request сделать. Вот request делаем. Request. Только вот здесь нам надо просто дописать parser. То есть вот это как раз тоже одна из таких штук, что мы говорим, что мы будем принимать запросы, парсить их через вот это application.json. То есть мы ожидаем, что нам будет приходить информация в JSON. И, по сути, мы будем и отдавать ее JSON тоже. Так, поэтому есть, есть. И давайте теперь проверим это все дело. Для этого я сейчас остановлю кое-что у себя. Так, есть. И зайдем в браузер. Вот у меня есть URL. Обновляю URL. Видите, мы попали уже вот в это топ-приложение, которое мы с вами запустили. То есть вот я попадаю на главную страницу. Здесь вот эта вся штука, это идет по дефолту с коробки, да, установленный такой дефолтный шаблон. И вот я, допустим, прописываю, как мы там писали в URL-менеджере, products. Так, есть. Давайте, давайте, что проверим. У нас есть products, да. Rule подключены. Так, дальше main. Это нам не надо. Rule проверим products. AppController от REST-а products. Есть. Он идет в модель common models products. И должен, по идее, запуститься. Так. Не допускается. А ну давайте сделаем вот так product. Сейчас есть там admin нюанс. Так, рефактор, name. Кто-то хочет что-то сказать? Про initить, может, надо? Не надо? В принципе там. Init мы выполняем только первый раз, когда переносим. То есть на какой-то... Там в модельке неправильное обращение к таблице. Products надо написать букву S. Да. То есть на products здесь есть. Все, и будет работать сейчас. Сейчас верну. Ренейм. Переименовываем. Есть. Давайте проверим. Не хочет заводиться. Product есть. Так. Здесь products. Здесь все хорошо. Давайте посмотрим вот сюда. Здесь есть runtime. Открывайся. В runtime мы можем посмотреть ошибки, которые у нас есть. А, блин, сейчас runtime не сработает. Ну ладно. А рулы есть для этого endpoint? Угу. На фигах. Старт. Сейчас я запущу это. Да, рул мы прописали вот здесь. Main. Rule products. Так. Есть. Подключились. И теперь хочу посмотреть ошибки. Есть. И здесь у меня уже он не будет работать. Да, потому что у меня подключился сейчас VPN. Сейчас я зайду вот сюда. И заходим еще раз сюда. В log надо зайти. И здесь applog. Руровни. В самый низ смотрим. И что у нас не так. Окей. Окей, окей. Так, так, так. Сейчас. Давайте попробуем прописать просто вот таким образом. Я хочу products. Product. И обращаемся на products.index. Есть. Обновляю. Все равно не хочет заводиться. Ну, ладно. Так, сейчас я у себя с VPN решу. Давайте тогда сделаем 5 минут перерыв пока и продолжим. Может, есть вопросы еще перед перерывом? Давайте позадавайте, может. Надо проверить опять же наименование. Вот эти products, product. Это там ошибка в букве S где-то. Может, в названии контроллера. Может, в модели названия. Букву S где-то потеряли. Скорее всего. Да, сейчас глянем. Какие, может, еще есть вопросы по теме? Что проходили? Непонятно. А запись будет этого доступна или нет? Так. Спасибо. Окей, давайте тогда 5 минут перерыв и продолжим. Давайте следим. П друга. Пополни мы субтитры. Уваг boiling. Мы с вами увидим. Продолжение следует... 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 Не хочет так. Окей. Окей, окей. А если мы сделаем сейчас веб, здесь это закомментируем, и здесь сделаем public action action index. Индекс. Будем выводить что-то. Окей. Так, есть. И теперь поправим вот здесь. Напишем. Сейчас напишем, что у нас будет product идти на product index. Это закомментируем и проверим. Но переходит в сайт. Так, что-то у нас вообще не то. Ну, давайте посмотрим. API. Веб. Окей, он запускается. Main.Main.Local. Так, вот это все штуку. Удаю. Так, main. Есть. И это. Так, user. Common model user. И попробуем вот так. Есть, 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 так. Окей. Log. Сайт. Рож. Product index. Вот так сделаем. Перейдем на главную. Ну, а что-то вообще оно как будто не туда смотрит. Или не то ищет. Так, сайт. А, оно сейчас. Сейчас, секунду. Может в индексе по рамсу вывести, посмотреть вообще, какой он контекст собирает. Сейчас, секунду. Так. Здесь все хорошо. Так. Сиди. Здесь тоже вроде хорошо. Так, давайте так. Так, это мы закроем все. Индекс. Здесь phpinfo. Так, загрузим и проверим. Здесь работает хорошо. Хорошо. Так, у нас есть API, мне кажется. Так, здесь давайте тогда позаменяем все остальное. Здесь bootstrap. Он у нас пустой. А здесь bootstrap уже пустой. Так, это нам не надо. Сайт. API. Models. Нам они сейчас не нужны. И вроде должно. Так, уберем вот это. Есть. Заходим. Hnot found. Хорошо. Теперь сюда. А, не так. Сайт. Давайте вот так. Сайт. About. Вот, заработала. Asprodact не хочет сразу. Давайте тогда сделаем вот так. А если оно у нас работает, значит, немножко поправим. Но оно у нас заведется и пойдем дальше. Так. Сделаем вот так. От этого. Это все я вот так вот сделаю. И здесь добавлю наш паблик. Есть. Захожу на главную страницу. И здесь надо добавить еще вот так. Так, сайт. Есть. Обновляю. Сайт индекс. И он идет не туда. Вот это уже прикол. Сайт контроллер. Продакт актив идет на вебовскую. Все хорошо. А здесь уже не то отображается. Потому что сайт индекс, он не то нам показал. Здесь где-то оно сейчас. Content. Это нас не то. Это тоже не то. Так. Config. Давайте добавим API. Здесь позаменяем. Ага, вот. Понял. Сейчас это все заменю уже. Так. Это нам не надо по сути. Контакт. Давайте проверим. Вот. Это уже получше. UEWeb. Значит, подключаемся на... Подключаемся на REST. REST Active Controller. Вот так. Нахожусь, окей. Вот. Заработал. Там надо было, получается, в мене. Нам заменять все. Я, получается, сделал не то. Оно путало контроллеры. Тут особенно фронтенд на контроллер и шел. И, короче, путалось. То есть, когда вы делаете подобную штуку, меняете с фронтенда на API и все подобное, надо обязательно проходить по всем вхождениям фронтенда, бэкенда и так далее. И заменять это все дело. Но, тем не менее, у нас сейчас вот есть URL, вот этот, который работает. Все хорошо. Мы по нему получаем список продуктов. И давайте, допустим, я вот вручную сейчас быстро добавлю один продукт, чтобы мы видели, что там реально что-то есть. Так. Тест. Десять. И здесь создал. Обновляю. И видите, мы, по сути, ничего, никакого кода не писали. С помощью фреймворка дефолтных всех средств. Мы быстро вывели данные, которые нам надо. Ну, то есть, сейчас мы будем там в базу данных добавлять эти все дела, и оно будет само все запускаться и работать как надо. То есть, сейчас и удаление, все остальное тоже работает. И есть, например, еще такие штуки, как Tools. Есть Deployment. Ой, Deployment. Сейчас. HTTP клиент. И вот через HTTP клиенты мы можем делать вот такие запросы на API-приложения и их тестировать. То есть, если я сейчас сделаю вот такой запрос, то у нас тут тоже будут эти данные. Просто у меня сейчас оно будет ошибкой из-за того, что мне надо отключать мой VPN. Но, по сути, будут данные в таком же виде, как здесь. Это называется... Только не в таком виде. Правда, мы пополчаем XML отдали. А там же мы их в JSON передали вроде. Да, да. Похайдеры должны спарчить. В JSON будут отдаваться данные. У нас API-ка либо в JSON, либо в HTML-ке отдается. Это данные такие для структурирования нашей информации, грубо говоря. И мы понимаем, что если мы в JSON передадим какую-то информацию, то она 100%, ну, ее 100% поймет какое-то другое приложение. Так, ну, пока с этим мы закончили. Теперь давайте перейдем к боту. Бот по-хорошему, ну, вот мы как делаем. Я вот сейчас вам показал, как сделать это REST API-ку. И, по сути, представим, что у нас бот будет на какой-то другой системе. Ну, на каком-то другом сервере, под доменом и так далее. Но так как я это не создавал, то есть отдельный поддомен, под него я тут все окружение не разворачивал. Мы сейчас сделаем таким образом, что бот у нас будет находиться здесь под папочки. То есть он будет по прямому урлу работать. А по всему остальному у нас будет наш фреймворк работать, наше приложение на нем. Здесь я создам папочку бот, и мы будем хранить в ней всю информацию по бота. Здесь там индекс.php, например, создам. Пусть будет, да. Но первое, что нам надо сделать для того, чтобы с ботами работать, вот зайти в Telegram. Нам надо создать вообще своего бота. И получить от него специальный ключ, по которому мы дальше будем с этим ботом работать. Так вот, мы заходим в BotFuzz. Это такой специальный бот для того, чтобы создавать других ботов. И пишем здесь newbot. То есть вот здесь писать команд, мы пишем newbot. И дальше придумываем название какое-то для нашего бота. Допустим, там test, hillel, php. Не знаю, пройдет. Есть. И теперь нам надо написать ник. Типа вот так. С окончанием бот. Да. Хоп. Есть. Вот мы создали нашего бота. Он уже у нас есть. И вот от него API-ключ. То есть ключ, по которому мы можем работать будем через API с Telegram'овским API. И делать какие-то штуки. И вот, например, я вот сюда ввожу этот ник, который мы ввели. То есть у нас бот уже создался. Мы заходим в него. Нажимаем старт. И здесь сейчас ничего не происходит. Для того, чтобы нам работать с этим ботом Telegram'овским, у нас есть несколько вариантов. Вот здесь на схеме это очень хорошо видно. То есть для работы с ботами есть несколько вариантов. Это первый – подписаться на хук. То есть через веб-хуки работать. А второй – это через запросы. То есть первый запрос, первый вариант через запросы мы делать не будем. Потому что это надо писать… Ну, вообще не потому что, а просто я сделал через веб-хук, и мне так вот омнеть. Но некоторые делают через вот эти запросы. И вот, как мы видим, это вверху вот эта схемка. Мы вот делаем с нашего, например, приложения вот этого телеговского, отсылаем какое-то сообщение в чат. Оно прилетает на телеграмовский сервак. Там обрабатывается, и если мы сделали себе веб-хук, то API Telegram по дефолту, оно триггерит вот этот веб-хук. То есть оно отсылает на веб-хук, который мы зарегистрировали, какие-то данные. То есть то, что нам, например, вот мне пришло сообщение, обработай его. Ну, что-то такое. Мы подписались на этот веб-хук, и мы можем без проблем отслеживать эти изменения. Если мы говорим про вот эту вот первую схемку, то здесь система такая, что мы должны каждый какой-то период времени долбать это API Telegram. Оно не будет нам, когда ему придут сообщения, триггерить, что вот тебе прошло сообщение, обработай его. Если мы работаем по вот этой схеме, то нам надо будет написать такой скрипт, который сам будет ходить раз в определенное время на вот этот API Telegram и запрашивать в него данные. Это, грубо говоря, как вы, например, заходите в магазин и спрашиваете, у вас есть товар какой-то? Они вам отвечают нет. И вы так заходите там каждый день до них и спрашиваете, есть, есть, есть. Вот так и работает вот эта вот первая штука. И если все-таки есть что-то, то они там отдают вам, говорят, какую-то информацию. А вот здесь работает таким образом, что вам не надо будет ходить каждый раз в магазин. Вы просто приходите, подписываетесь на рассылку, грубо говоря. Вы подписались один раз, и когда что-то там в магазин придет, они по этой рассылке там вам позвонят или вам напишут. Вы будете знать, что мне тут какая-то информация есть, надо ее обработать и так далее. Для этого нам надо зарегистрировать вот этот хук. Он делается вот таким вот образом. Так, сейчас. Нам надо отправить, зайти по одному урлу. Он выглядит вот так. API, Telegram. То есть мы сейчас перейдем по вот этому урлу. Здесь нам надо указать наш токен. Вот таким образом. Вот так. И дальше мы говорим, что мы переходим на setwebhook. То есть мы устанавливаем какой-то хук. И дальше мы передаем URL. То есть это URL нашего уже приложения, вот этого ботовского, который будет обрабатывать вот то, что он нам будет присылать. Здесь у нас будет бот. Мы просто пишем путь к нашему файлику, который будет обрабатывать это все дело. Бот.индекс. И теперь переходим в интернете по этому урлу. Перешли. И вот, видите, у нас вебхук установлен. То есть нам написало API, что все хорошо. И теперь, смотрите, мы можем здесь по сути уже писать вот такой код. Мы первым делом, сейчас так, это я уберу. Первым делом нам в этом скрипте надо написать, что мы будем обрабатывать какие-то данные. Когда мы работаем с API-телегой, то мы можем принимать на PHP, понимать, что он нам прислал с помощью вот такой вот штуки. PHP.input.input мы это все дело должны засунуть в файл get.contents. Засовываем. И теперь давайте еще засунуем JSON-decode. Или нет. Давайте вот это оставим. Там будет data называться, например. Здесь у нас есть. Мы в эту переменную будем получать данные. И вот, чтобы вы видели, какие данные будем получать, я вот такую вот штуку сделаю. Так. Bot.log. И давайте создадим здесь еще папочку log. Туда будем записывать. Ну, то есть это такой самый примитивный способ, чтобы вы понимали, что туда будет проходить. И теперь давайте напишем что-то в нашего бота. Старт. Написали. И идем проверять нашу папочку на сервере. Так. Runtime.bot.log. Так. Здесь log.t. Data записалась. War.api. Web.bot.log. Вроде все правильно. Окей. Давайте еще что-то напишем. Есть. Есть. Так. Ничего. Тету. Хорошо. Сейчас мы еще подождем. Ну, потому что вот эта штука, мы сейчас начнем писать уже код, она бывает срабатывает не сразу. То есть бывает глюк, который… То есть когда мы переключаемся, бывает какой-то глюк. И сейчас. Так. Bot.index.php. Может, я тут что-то тоже налажал. Bot.index.php. Нет. Все верно. Это есть. PHP. Input. Принимаем. File.get.contents. Окей. Давайте еще раз что-то напишем. И посмотрим результат. Нет. Окей. Окей. Здесь это есть. Log. Есть тоже. Давайте подождем. А пока будем дальше писать код. То есть я вам покажу все-таки то, что я хочу. Сейчас просто напишем чуть-чуть код и проверим еще попозже. Нам для того, чтобы PHP работать с этими данными, они нам придут в виде строки. Нам надо их декоднуть. То есть их, грубо говоря, преобразовать в тот вид, в котором нам будет удобно с ним работать в PHP. Для этого мы вызываем JSON-decode и внутрь помещаем вот эту штуку и вторым параметром передаем true. То есть мы в итоге вот в этой переменной data мы получим массивчик. Массивчик с данными, которые нам пришлет телега. И сможем потом уже с ними работать. Давайте еще раз сделаем запрос. Так, бот, хилель, тест хилель. Так, а здесь все правильно, я прописал. Бот. Есть. Setfabhook. URL. Вот этот. Перейдем по нему. Точно, чтобы убедиться, что у нас все хорошо. Так, не здесь, а вот здесь. File not found. Ага, прикольно. Bot. Index. Хорошо, что ты хочешь. Так, rename. Из-за этого не приходит. Нету. Так, вот. Тест.php. Давайте таким здесь. Так, и вот так. Тест.php. Нету этого файла. Классно. Так, сейчас я еще раз проверю путь. Это так. Ls. L.A. Есть. Так. Нет, все должно работать. Bot. Тест.php. Есть. Все хорошо. Чего ты не запускаешься? Так, тест.php. Индекс. Давайте вот так напишем. Так. API. Web. И тест.php. Это уже у нас приколы с этим, с настройкой на сервере и тому подобное. Ну, давайте, 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 индекс.тест.php. Если он прокатит, будем его использовать. Индекс.тест.php. И здесь мы сделаем вот так. Переходим. Не, не хочет. Блин. Ну, конечно. Конечно. Так, где вот этот наш URL? Это совсем другой URL. Он ожидает. Есть. Есть. Переходим. Все хорошо. Блин. Так, и теперь нам надо, получается, сделать вот этот запрос. Хопс. Хопс. И делаем еще раз его. Запрашиваем. Все хорошо. И теперь еще раз проверяем это все дело. Делаем старт. И проверяем здесь бот. Лог. Еще не записалось. Ну, уже это правильно точно. Путь. Сейчас подождем. Давайте тогда дальше продолжать. Потом это все запустится. Так. Что мы дальше делаем? Там, получается, у нас придет массив. Это можно и по доке даже отслеживать, чтобы не смотреть это все дело. Нам придет массив, в котором будет, допустим, message.txt. Мы можем определить что-то по этому message.txt. То есть я пишу дата. Дальше message. И новым текст. Это я обращаюсь к конкретному элементу. массива. Здесь будет message, например. Нажмем. Это у нас будет message. Так. Давайте еще периодически пробовать эту штуку. Должно записывать. Так. Тут путь точно правильный. Сейчас. CD. Здесь, да, правильный. Значит, должен записать. Будем ждать. Пока что. И дальше писать код. Так. Получается, нам придет. Вот в этом месте у нас будет текст нашего сообщения. То есть вот это все, что я пишу. И получается, мы можем отправить ему назад какой-то тоже текст еще. То есть написать через вот это API, через бота написать нам какое-то сообщение. Для этого мы должны сделать запрос по URL вот этому. И здесь уже обращаться надо будет не на setWebHook, а на sendMessage. Мы пишем sendMessage. и здесь первым параметром мы будем передавать наш текст. То есть нам надо там написать вот так. Будет текст, какое-то сообщение. И дальше нам надо вторым параметром где-то написать будет chat ID. Chat ID. Chat ID. У нас нет его. Мы его можем получить через, опять же, message text. и там будет from, from и дальше ID. И это у нас будет наш chat ID. Окей. И здесь мы можем вот таким образом сделать. Мы обращаемся к файлу getContents. То есть мы через вот эту функцию сделаем запрос. Вот таким образом. Мы передадим текст. Это я сейчас просто покажу, чтобы протестировать. текст, дальше chat ID. И в chat ID мы передадим вот это. Вот таким образом мы сконкотенируем. И отправляем. Так, давайте посмотрим. Здесь не работает. А перейдем в браузере по этому же урлу. Там is. From is. А там ID, наверное, должно быть. Где chat ID? Chat ID, да. Нет, где... А, ID. Это да, понял. Так, здесь сейчас не сработает. Теперь делаем, пишем что-то. И вот, видите, нам он в ответ присылает сообщение. То есть у нас вот этот код работает. Все запустилось. Давайте еще проверим лог. Так, лог не работает. Что это за фигня? File, put contents, var, html, api, web, bot, log. Давайте вот так просто напишем. Он должен записаться. Потому что у нас, если присылает бот в ответ нам что-то, вот видите, это как раз то, что мы ему написали, значит, это все хорошо. У нас этот наш скрипт уже работает, по сути. Только вот эта штука у нас не создается. Ну ладно, это походу из-за прав. На запись. Ну, в общем, давайте дальше. Смотрите, нам получается message. Давайте отправим, сделаем вот так. Определим, есть ли у нас... У нас, когда мы отправляем start, когда заходим в борт, мы отправляем команду start. И получается так, что мы можем определить, если у нас message будет start, то есть вот таким образом, вот так и будет команда start, значит, у нас вот только начало, да, вот эта вот штука срабатывает. И мы здесь в ответ на это можем прислать кое-что. Мы будем присылать текст с нашим этим приветствием и еще пару кнопочек добавим, которые будем потом снизировать с нашим PHP, с нашим API. Так вот, делаем переменную data, например. Или, не знаю, давайте текст. Текст. Здесь мы используем сейчас http. http.build.query. Для того, чтобы не писать вот эту всю штуку постоянно вручную, я сейчас просто буду писать в виде массива то, что я захочу передавать в ссылку, и оно будет форматировать не на лету, как раз вот в то же самое, что мы только что вручную и проверили. Так, chat.id. Chat – это такой самый простенький вариант реализации. Здесь это теперь мы убираем. И здесь поставляем текст. Давайте проверим, что мы пишем что-то. Нам уже ничего не приходит, потому что мы не заходим в это условие, а мы отправляем обратно что-то только в ответ на старт. Я отправлю старт, и видите, нам в ответ на старт прилетело сообщение. Напишем здесь текст какой-то, и теперь еще добавим к этому сообщению массив. Массив с кнопками. Так. И здесь должен быть массивчик. Мы будем пересылать специальный массивчик. Этот массивчик, это можно посмотреть в этом, в API-телеговском, в доке-телеге, который идет. Там все это описано, на какой запрос, то есть на send message. Он принимает там текст, чат, и дальше вот это, что мы пишем, там другие все условия. Мы пишем кейпборд. Дальше он будет в себя внутри еще массивчик принимать, и еще массивчик с нашей кнопкой. И теперь сделаем текст для кнопки. Сделаем лист, например, и вторым передадим callback data. И будем передавать, что мы будем, например, на product отсылаться. Вот так. Есть. И теперь вот это нам надо передать вторым параметрам еще. То есть вот так мы можем сделать. Это здесь и здесь. Здесь добавляем вместо чат. И здесь пишем reply. Это get параметр специальный. Вот так. И вот это дело все. Нам еще надо преобразовать в JSON-строку. И давайте вот тут сразу напишем. JSON-декод. И внутри вот этот массивчик. И теперь протестаем. Сохранил. Отправляю старт. Присылается хай. Знаете, что-то еще сделано не так. Реплай. А, он не будет правильно работать. В таком случае нам надо написать вот так вот. Добавляем вручную вот эту вот штуку, которую мы делали. И здесь будет, допустим, вот так. Это будет переменная reply.markup. И у нее будет храниться вот эта вот информация, которую мы будем вот так вот делать. Вот так. Вот так. И здесь это удалим. Хорошо. Проверим еще раз. Не, присылает только одно. Значит, где-то что-то неправильно написал. Keyboard. Правильно написано? Keyboard. Не. Keyboard. Вот так. Хорошо. Еще что-то неправильно. Значит, у нас один. А, один. И в нем еще будет носил. Нет. Значит, еще надо текст callback data. Здесь все правильно. Здесь reply markup. Окей. Здесь data. Текст. Здесь все хорошо. И здесь вот так. JSON decode. А, ну да, блин. Здесь JSON encode надо делать. Закодировать, а не раскодировать получается. Отправляем. И вот нам присылается еще одна кнопка. То есть мы вот таким образом можем добавлять себе новые кнопки. Так, здесь все-таки так ничего и не появилось. Это ладно. И теперь здесь будет еще один. Получается, когда мы нажимаем на вот эту кнопку, у нас будет срабатывать callback. То есть вот этот callback нам будет проходить вот с таким названием. И мы, получается, что мы можем проверить, если у нас будет существовать наш callback и в нем будет data. Сейчас вот так. Сначала, если у нас существует callback, да, и заходим внутрь, здесь будут у нас другие действия. Если у нас data, и получается data будет равно названию нашего этого callback, тогда мы будем отсылать что-то другое. То есть это я уже скопирую просто, ставлю сюда. Здесь я кнопки не буду добавлять пока. Вот так. Вот так. Есть. И тут chat ID нам еще надо. Chat ID в callback мы можем получить через callback from ID. То есть подобным образом мы можем вот так получить. Здесь будет так. И получается здесь что-то другое. Напишем, сделаем запрос, присылаем. Лист и не работает. Сейчас так. Data callback data. А, здесь не data, а query будет. Query. Есть. И пробуем еще раз. Так, старт. Тест. Мне не приходит. Значит, callback query. Дальше будет data. А, так, data callback. Query. И callback вот здесь надо заменить. Так, лист. И вот присылает в ответ нам какое-то сообщение. То есть мы, по сути, уже можем понимать, что нам кто-то что-то пишет и в ответ что-то присылает. Теперь я предлагаю, получается, вот таким кодом, это, ну, плоховато, да, писать. То есть это все будет в одну строку. Мы можем это все дело переписать на правильный ООП-шный стиль. Мы напишем вот так. Я сейчас буду добавлять просто код, потому что у нас мало времени осталось. Но я хочу вам это все показать, чтобы вы видели. Я буду просто объяснять. Получается, я что хочу сделать. Создаем в боте нового класса, новый класс. И здесь получается, добавлю вот это. Получается, что мы будем заходить в индекс наш PHP, вызывать bot.telegram.php. И получается, получаем ту же самую дату, которая у нас была. И передаем в этот класс наш ключ для какого-то специального бота. Передаем и дальше просто запускаем handle. Заходим вот сюда, в этот наш класс и будем сейчас его изучать. Смотрим. У нас, когда мы вызываем, только делаем экземпляр нашего класса, мы в первую очередь создаем конструктор. Вызываем. То есть вот у нас передаются две переменные в конструктор. Вот я их как раз и передал. Вот первым я передал ключ, а вторым я передал дату. И получается, вот bot.key я записываю в один параметр в классе, ну, чтобы удобно было просто работать с ним. И дальше я вот таким вот образом, callback.query, from.id, message.from и так далее, я получаю себе, определяю в переменных классах, определяю данные, которые нам пришли из API. То есть вот в этой переменной я буду хранить query, вот в этой я буду хранить query, айдишник, там, message и тому подобное. Потом я делаю еще пдошный класс для того, чтобы сохранять какую-то инфу, базу данных. И дальше получается, сейчас я добавлю еще вот это, и сделаем еще несколько таблиц в нашей базе. Вот этот ключ добавляю. И теперь нам надо создать в базе данных еще две таблицы. Первую таблицу мы сделаем просто table. Table сделаем bot.product. Назвем ее. Здесь будет у нас айдишник. Айдишник not null, autoincrement primary key. Дальше у нас будет title. То есть эта таблица у нас будет хранить промежуточным звеном. Мы будем сюда дописывать все данные, которые будет добавлять пользователь в боте. И потом, когда у нас наполнится эта таблица, мы будем ее просто переписывать через наш API в нашу базу. Так, есть. Дальше идет title.price. Прайс у нас будет так. Вот так. И вот так. Так, выключил. 10, 2. Окей. И остался нам description еще. Description. Есть. И здесь будет просто текст. Текст. И сюда еще надо добавить. И тогда мы можем по коду посмотреть. Здесь будет еще customer ID. Это мы в нем будем хранить айдишник именно кастомера. Customer ID. Вот так создаю эту таблицу. Это, чтобы вы понимали, вот мы будем отсылать команду create product. Ну, то есть вот у нас есть action start. То же самое, что мы только что и делали. И по сути я здесь уже добавляю две кнопки. Одну на получение списка товаров. Вторую на создание нового товара. И получается здесь в хентле мы обрабатываем два этих callback. То есть первый это product, второй это create product. Product мы будем получать просто наш список, а create product мы будем добавлять новый товар. И теперь идем, вот смотрим. У нас, когда create product, будет срабатывать этот метод. И здесь будет вот что работать. Мы будем удалять все с нашей таблицы, то есть по этому кастомеру ID. То есть вот в этой таблице, что мы сделали. Будем очищать, грубо говоря, нашу строку. Дальше будем записывать новую строку со значением. То есть то, что этот кастомер хочет добавлять новый товар. Записали и возвращаем в ответ вот такое вот сообщение. И дальше мы можем вот такими вот шаблонами указывать title, description, price. Тот, который мы хотим, чтобы у нас срабатывали для создания наших товаров. И это все дело мы будем обрабатывать через вот этот вот метод. Мы идем сюда, и вот callback, default, да, мы заходим в него. И здесь срабатывает такой метод. Здесь pay. А, нет, это не тот сейчас. Сейчас, секунду. Нас будет create product. Callback default. Это полностью все. Check access. И вот это вызывается. Мы получается вот в этом месте будем обрабатывать все сообщения. То есть если у нас не было ни дата callback, ни месседжа никакого, который подходит под старт, мы будем переходить в эту функцию, заходить сюда внутрь и здесь проверять. То есть здесь просто срабатывают проверки по типу, что нам пришел шаблон правильный нашего сообщения. Вот такой типа. Если у нас будет хэштег title, это будет означать, что там title для нашего товара. description, price и так далее. Это все дело тут определяется и добавляется в базу. И вот здесь срабатывает проверка. Если у нас в бот-продакте будут все поля заполненные, то есть вот здесь будут все поля у нас заполненные, тогда мы будем отправлять через curl запрос к нашему API. То есть вот у нас есть curl процесс, и мы будем отправлять запрос на него. Для этого тут я поправлю просто еще URL. Здесь у нас сайт индекс. Здесь у нас получается будет отправляться запрос на вот эту вот строку. И здесь еще, здесь, 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 где еще в одном месте. А, нет, пока не дошли. Давайте то, что я вам рассказал, сейчас посмотрим. Получается, что я нажимаю старт. У нас вот приходит сообщение product list и create product. То, что я и показал. Вот если мы перейдем в action start, вот мы видим две кнопки, и вот это сообщение приходит. Дальше я нажимаю product list, и у нас оно подвисает сейчас. Сейчас, да, да, да. Потому что вот так надо сделать. Вот так. Да. И делаю product list. И видите, нам в ответ приходит уже вот этот товар из нашего API. То есть вот этот товар, который здесь добавлен, мы получили уже у бота вот таким вот способом. То есть вот мы говорим, что мы обрабатываем data callback. Это как раз вот эту кнопочку, да, product. И мы будем вызывать вот этот метод. И в нем мы просто делаем запрос к нашей API через curl. Curl – это специальная штука, с помощью которой мы можем делать запросы там на другие сервисы и тому подобное. Это стандартная PHP штука, но реализация тут может быть разная. У меня просто вот такая вот функция, да, написанная. И это значит, что PHP сделает запрос конкретно к этому URL. То есть сделает запрос к нашему API, да. А там, получается, у нас стоит get, и он отдаст нам список весь наших продуктов. И получается, что, так, сейчас, получается callback product. Возвращаем сюда. Вот нам curl возвращает, вот здесь будет массив с нашими продуктами. Мы просто проходим по нему 4H, и на каждый продукт отдельным сообщением выводим нам в чат. То есть вот если я добавлю еще один товар, вот таким образом перейдем в чат, нажму start, нажму list, видите, нам два товара уже пришлось из кнопки pay. То есть для товара мы сейчас кнопку pay сразу подготавливаем, дальше покажу, как с ней работать. Так, это есть. Теперь давайте с create product работаем. Вот я нажимаю create product, и нам присылается вот это вот сообщение. То есть мы здесь написали тоже обработчик для этого create product. Вот в хендле, видите, у нас если будет product, это значит, что мы должны отдать список продуктов, а если create product, значит, что вот этот callback запустить. Мы его запускаем, и здесь что происходит у нас? У нас происходит то, что добавляются данные. Вот как я вам говорил, product, bot product, создалась вот запись. Видите, то есть мы уже понимаем, что для этого кастомера будет создаваться какой-то товар. И присылаем обратно сообщение. И вот смотрите, я теперь сделаю title, и отошлю тест. Вот, например, да, отсылаю. В ответ приходит сообщение, что все хорошо. Смотрю в таблице, и у нас добавляется title в эту таблицу. То есть, как я говорил, это такая перевалочная база, грубо говоря. И теперь callback. Ну, это можно посмотреть вот. Видите, мы делаем insert. Ой, это уже не то сейчас. Мы делаем... Сейчас вот сюда поднимемся. Вот это, что я отправил. Hashtag title, Hashtag description и price. Оно будет обрабатываться вот этой уже функцией. Вот этой последней. И это как раз вот в этом месте все происходит. И мы видим вот то сообщение в конце. Теперь введить. И там дальше вот это все дело. То есть оно само определяет, что мы ввели уже title. Нам осталось description и price. Теперь давайте я введу, допустим, price. Не знаю, там 8. Вот так введу, да? Ввел. И получается, смотрим результат. Вот. Хоп, записалась price. И теперь нам, получается, осталось description ввести. Description, пусть такое и будет. И все. И у нас уже сразу выдает ошибку то, что у нас не сработал запрос к нашей, к нашему API, да? Теперь смотрите. В этой таблице все заполнилось. И мы пойдем сейчас вот сюда. В main. И сделаем на сайт вот такую штуку. И протестуем еще раз. Нет, не хочет. Окей, сайт. Сейчас, сейчас, одеваю на сайт этот. Контроллер. Сайт. Должно все, по идее, работать. Products. Запись должна быть. Так, давайте проверим тогда bot Telegram. Сайт индекс. Вот это уберу. И теперь отсылаю. Все равно не хочет. Так, здесь на stack ничего и не добавилось. Хотя должно было. Здесь насталась помилка из-за того, что вот так. Давайте вот это распечатаем. Есть. Нет, вот так сделаем. Result. Здесь вот так. Return. И будем отсылать вот здесь. Result. Да. Попробуем вот так. Хоп. Так, ошибка. Что же здесь не так? Давайте к базе данных. У нас точно есть доступ. Здесь по сайт у нас будет вроде все. Да. Ну, сейчас мы получаем список наших продуктов. Product list. Здесь не получается. Вот так. Окей. Давайте product все-таки вернем. Product. Product есть. Есть. И здесь добавим еще в мейне. Вот таким образом. Есть. И проверим. Продокс, да. Вот. Есть. Все хорошо. Теперь возвращаем это все дело вот сюда. и проверяем еще раз. Так, есть product list. Пришло. Теперь давайте все-таки завершим наше создание товара. Хоп. Здесь проверим у нас, что происходит. Есть. Так, create product. И вот так. Есть. Теперь description введем. И теперь прайс остался ввести. Есть. И ничего не приходит, потому что... Так. Смотрим тогда сюда. Здесь у нас ошибка. Вот так. Не, не приходит. Значит, где-то у нас здесь падает. И получается, у нас не записывается в наш API. ОК. Окей. Так. Так. Тогда что сделаем? Delete. Post. Пут. Все есть. Все хорошо. Content. Header. Params. Ладно. Чтобы не задерживать, давайте тогда дальше расскажу. У нас будет создан в этой таблице новый продукт. И отсюда он просто удалится. Сейчас это из-за того, что у меня вот этот VPN настроен так криво, что он этот сайт сейчас не отображает. И из-за этого там есть некоторые проблемы. Короче, он будет добавлен сюда, отсюда удален. И таким образом мы можем создавать через бота, добавлять через наш API новые товары. Ну, потому что API у нас как бы уже работает почти. В нас вот GET точно работает. Нам осталось еще сделать только будет вот этот пост. Там его поправить, он будет все работать. И осталось последнее, что нам сделать с этого всего списка. Это кнопка Pay. То есть у нас есть еще один запрос. Вот если сюда посмотрим, на handle. У нас есть вот последний callback, который вызывает эту функцию. И здесь мы проверяем наш Pay. Это мы будем формировать ссылку на наш API. То есть вот я нажимаю на ссылку и пишет заказ створенного, чекаем оплату. То есть сработал вот этот вот callback. Он нам прислал сообщение, вот створить заказ. И прислал в ответ ссылочку, по которой мы должны перейти. Вот здесь уже Pay. Это ссылочка. И что мне надо сделать? Сейчас я опять же возьму уже готовый код. Просто Payment Controller. Зайдем здесь, создадим еще один контроллер. Payment Controller. Это у нас уже будет синхронизация с нашей платежной системой. Но для этого надо еще, как видите, вот этот вот board order создать. То есть еще одну промежуточную таблицу для наших заказов. Bot order. Вот так. Здесь создаем ID. Это будет так, так, так. Дальше у нас будет чат ID. То есть мы будем хранить здесь чат ID, куда надо будет отправить потом наш ответ. Дальше будет item. Это будет int. И дальше будет статус. Это будет varchar. varchar. 100. Окей. Execute. Хорошо, у нас создается это дело. И сейчас еще раз нажмем создать. Ой, купить. Вот нажимаем и заходим в bot order. И вот здесь, видите, создалась запись сразу. Это как раз происходит вот здесь. Не вот здесь, а в боте. В боте происходит. Вот здесь, видите, мы через insert, через mySQL специально добавляем сюда запись в bot order, что мы хотим сделать заказ. Нам надо перейти по ссылке, чтобы его обработать. Для этого нам еще надо, чтобы ссылку правильно обрабатывал, надо писать здесь payment. И тут будет payment index. И теперь давайте протестаем. Нажимаю pay. Открывает вот эта вот ссылочка. Нажимаю open. Так, сейчас open. Здесь будет у нас ошибка, потому что еще надо создать bot order models. Здесь я специально сделал. Но давайте, чтобы не занимать сейчас время, я сделаю вот так просто. И объясню, что я сделал. Здесь, допустим, 10 будет. Здесь единичка. Хоп. Так, product нам тоже, в принципе, не надо. Вот так пусть будет. И теперь обновляю страничку liquid pay. А, ну да, это уже у нас интеграция с платежной системой. Теперь я про нее расскажу немножко. Для того, ну вот мы будем с этой системой делать интеграцию. И для того, чтобы нам интегрироваться с какой-то системой, нам же, опять же, как в случае и с ботом, надо получить эти ключи для работы по этому API. Ну, то есть нам надо получить какой-то паблик и private key. И вот как раз у меня они есть. Я сделал здесь тестовый аккаунт. У меня вот такие вот ключи для того, чтобы я мог работать с API вот этой платежной системы. Я могу, типа, создавать платежи и тому подобное. И получается, что для еще, помимо этого, в каждой системе, ну, почти в каждой системе, обычно, когда вы делаете интеграцию там с какой-то платежкой или еще что-то, есть специальные SDK уже написанные, да, ну, или какие-то уже готовые скрипты, библиотеки, которые мы можем просто взять для себя и использовать, по сути, да. То есть здесь уже написан тоже готовый PHP-код, который мы берем, просто себе выкачиваем, добавляем в систему и используем его без проблем. Здесь я добавлю его в common. Нет, давайте добавлю. Вот сюда просто. Ладно. Да, вот сюда добавлю, чтобы опять же не создавать сейчас. Мы сделаем что? Название вот с таким классом. Создаю класс. Просто копирую. Ну, обычно, это я сейчас копирую, просто чтобы через Composer его не подтягивать. Обычно можно другие зависимости, которые вам надо, доустановить через Composer. То есть вы берете, запускаете специальную команду Composer, как мы делали на начале, когда скачивали себе этот проект. Оно выполняет и подтягивает вот эту библиотеку уже, грубо говоря, к нам в систему. Ну, да, тут еще namespace пропишу. Это у нас будет, получается, API Models. API Models. И теперь вот здесь в Payment я заменю, это у меня Models. Models, это готово. Здесь BotOrder я закрою. И давайте еще раз протестуем. Обновляю. И вот, видите, мы перешли, по сути, по ссылке, которую мы сделали в боте. Переходим вот сюда. И дальше я нажимаю оплатить. Меня уже перебрасывает вот на платежную систему. И тут, видите, уже есть цена. И там еще данные по нашему товару, который мы отослали. Тут остается только ввести карту и отправить сюда. И, в принципе, вот это на этом платежная интеграция заканчивается. Но еще, помимо этого, смотрите, разберем этот код PaymentController. То есть мы передаем еще вот такую вот ссылку PaymentResult. То есть PaymentResult, это мы, грубо говоря, указываем, как в боте мы указывали, вот в кнопках мы указывали callback. Типа, что если мы нажмем на эту кнопку, надо выполнить вот этот callback. Он прилетит сюда, мы его будем обрабатывать. Так же и в разных платежных системах. Есть такие специальные callback URL, параметр. Здесь он называется просто сервер URL. Callback, он сработает после того, как пользователь оплатит или не оплатит ваш платеж. То есть вот здесь, если я сделаю оплату или тут будет какая-то ошибка, то мне пришлется callback по моему URL, который я вот здесь указал. И здесь, соответственно, я описал уже ActionResult. Вот это событие. То есть мы указали PaymentResults и у нас будет вызван ActionResults. Соответственно, здесь будет обработка того, что у меня просто в BorderOrder я поменяю статус на Paid. Вот здесь у нас стоит BorderOrder сейчас Pending. То есть мы понимаем, что здесь оно еще в процессе оплаты. А я здесь поменяю на Paid и отправлю сообщение пользователю, что заказ оплаченный, ожидайте звонка и все тому подобное. То есть вот такая базовая реализация, ее еще есть куда дорабатывать. Это как бы не идеал и все такое. Но тем не менее, вот эта база, с которой можно начинать работать. И наглядный пример, как можно с помощью PHP делать разные интеграции фреймворка и тому подобное. Но сегодня у нас возникли просто с этим фреймворком проблемы. В частности, даже не из-за него, а побольше из-за того, что у меня там домен настроен по определенному урлу, и он сейчас не до конца работает. И если бы на все было хорошо, вот это все у нас бы работало. То есть, по сути, продакт-лист работает, у нас не работает сейчас только крейт-продакт. Крейт-продакт, ну, он бы просто нам прислал сообщение, что товар добавлен, просто переписал бы по API. Вот сделал бы, сейчас я вам еще покажу быстро, сделал бы запрос. Так, сейчас curl найдем вот здесь. Вот, сработал бы вот этот запрос в наш API. То есть, видите, мы в API передаем вот такую вот строку, то есть name, description и price. Это как раз те поля, которые у нас описаны в нашей модельке. Да, если мы зайдем в comments, models, products, вот здесь у нас есть вот эти поля title, description и price. Ну, то есть те, что у нас есть в этом, в нашей таблице. И мы вот их передаем по API, и он их сам запишет в базу данных. То есть, нам ничего делать не надо будет. Мы точно так же, как сделали через get-запрос, мы получили список вот этот. Точно так же будет работать и пост, и все остальные типы запросов. То есть, они сами будут записывать базу и все остальное. Ну, а с платежной системой тут интеграция конкретно на этом примере очень простая. Прям, ну, это одна из таких простых систем. То есть, по сути, нам что, надо сделать просто аккаунт, получить API private ключи, ну, то есть public private ключи, и дальше уже делать аналогичным образом, как мы работали с ботом. То есть, в конечном итоге вам с вашего PHP надо будет сделать запрос на платежную систему. То есть, так же, как мы делали это в боте. Да, ну, то есть, вот мы send message, мы обычно через PHP, через файл get-contents, мы переходили просто по URL. То есть, если бы я просто перешел в браузере по этому URL, у меня бы тоже сработал на него запрос. Ну, get-запрос работал бы, да, и, в принципе, была бы та же самая ситуация. Но здесь мы все это делаем из PHP. То есть, вот такая интеграция. И другими системами здесь, вот, например, с этой платежкой, мы можем делать почти похожим образом. То есть, таким же образом можем делать запросы. Ну, это get-ы какие-то простые, да. Если вам там надо будут сложные запросы, типа post, put-ов и всего остального, надо будет что-то придумывать с курлом. Типа писать вот такой функции, чтобы через PHP его вызывать. И как-то вот так. Здесь в LiquidPay, ну, типа, описано просто, как работать с этой платежкой. По сути, вот этот класс, который мы взяли с репозитория, да, вот здесь тоже есть куру, видите. Он здесь вот так описан. В конечном итоге, когда мы обращаемся по API, вот этому методу, срабатывает запрос, опять же. Видите, то есть работает почти аналогичным образом. И интеграция в разные системы, там, будь это вот, будь это платежка какая-то или еще что-то, подразумевает себя в то, что вы должны пойти создать тестовый аккаунт, sandbox, потом получить кредит тестовые, то есть креденшалы, и по этим креденшалам, то есть по этим public, private ключам, уже обращаться в API какого-то сервиса, которого вы хотите синхронизировать и вызывать какой-то конкретный метод. Как вот здесь мы, например, send message вызывали для того, чтобы отправить пользователю сообщение. Так и будет там с другими системами, просто там будут другие названия методов, типа paid и все такое, и другие параметры вы будете передавать в этот метод. А по сути, в общих чертах оно как бы в атаке работает. Так, давайте по вопросам пройдемся. Я понимаю, что из-за этого файла тут не до конца получилось показать все, что хотел, но тем не менее, в общем, суть, я думаю, вы поняли, как оно работает, как его можно дорабатывать, усовершенствовать и все тому подобное. Какие есть вопросы? Кто досидел до этого момента? Что-то интересное. Почему UE2? UE2, ну потому что я просто с ним работал раньше. Это был мой основной фреймворк, потом я с него перешел уже достаточно давно. И из-за этого. Но обычно, если мы зацепились за эту тему, есть такие самые три популярные фреймворка. Это UE, ну это в мире PHP. И то, ну, можно с этим даже поспорить, что три самые популярные. Ну, короче, это по моей логике такие самые популярные. Это UE, он идет там третий по списку в моем рейтинге, так грубо говоря. Дальше идет Laravel и дальше идет самый первый Symfony. То есть это разные фреймворки и в соответствии от того, какое вам там приложение надо или, не знаю, там масштабируемое, всему тому подобное, вы выбираете какой-то фреймворк. Ну, то есть фреймворк это тоже оно и с одной стороны универсальная штука, но там есть свои нюансы и подводные камни, которые определяют, ну, какой для какого проекта, какой фреймворк лучше выбрать. Ну, в частности, например, то, что UE2, он его мало как бы использует вот так, как серьезный такой фреймворк именно в крупных компаниях и тому подобное из-за того, что он слабо развивается. Ну, там у него есть просто комьюнити, которая его поддерживает там за свои деньги и все так далее. Если мы уже говорим там, допустим, про Laravel, там уже есть компания, которая занимается разработкой и тому подобное. То есть там уже намного лучше обновление выходит, усовершенствование фреймворка. Если тут, например, раз в несколько лет там выходит обновление фреймворка, то другие фреймворки могут там раз в год обновляться и тому подобное. Ну, и, соответственно, когда он обновляется, то убирается внутри фреймворка, там много дорабатываются штуки, какие-то секьюрные, там подход вообще меняется в этом фреймворке. Все вот такое. То есть выбирать фреймворк – это, если вы не понимаете, то лучше в кого-то проконсультироваться. Но если так начинать, то можно с ЮИ, в принципе, начинать. И ЮИ можно сравнивать, опять же, по моему опыту. Это если вы, например, на фрилансе работаете, да, ну и тоже не… Ну, короче, на ЮИ такие относительно простые проектики делают. Дальше вы можете с этого начать. Если дальше вам будет что-то интересное в этом плане развиваться, вы можете перейти на другой фреймворк вообще без проблем. Но, опять же, это как кто делает. Бывают и крупные проекты, серьезные, которые работают на ЮИ. Тут, ну, уже такое. Кто на чем начал писать свой проект, так и продолжает. Потому что если продукт, допустим, живет уже там 5 лет, его мало кто захочет переписывать там на другой фреймворк с другим подходом и все тому подобное, просто потому что там проггерам захотелось так сделать. Ну, так продолжаются поддерживать и так. Почему? Как всегда написали монолит, а потом на микросервисы на го. Ну, это сейчас в последнее время, да, такая тенденция пошла. В особенно крупных компаниях нам уже делать нечего. Но, в принципе, монолит тоже такое, ну, то есть, скажем так, что в компании, где прогеры достаточного уровня, вот там можно делать, разбивать монолит на микросервисы и тому подобное. Потому что там тоже вроде микросервисы, оно как бы и звучит хорошо, и подход сам хорош, ну, как бы, бесспорно, вообще лучше, чем монолит. Но, тем не менее, там надо хорошее знание для того, чтобы правильную структуру построить и все тому подобное. Потому что иначе может быть еще более хуже, чем даже монолит. Там как раз знания API нужны. API, REST. Ну, это такая самая база. Там, помимо этого, тоже еще много чего надо знать. Но это да, да. Так, какие есть еще вопросы? Вопрос, наверное, есть по поводу защиты с бота и все остальное. Допустим, если в морды мы можем трафтокены вкидывать для форм. Да, вот этот момент я тоже забыл рассказать. Я здесь специально не делал никакой защиты. Ну, потому что, видите, у нас, если это REST API, то, по сути, нам надо делать авторизацию какую-то через токены, как вот здесь, например, через токен, да, или как там, допустим, у платежной системы мы заходим. Тоже там есть вот этот паблик, правил ключи. Это все как бы авторизация, когда вы делаете запрос. То есть я не смог бы, если у меня была бы эта авторизация, я бы не смог просто перейти по URL и получить список своих продуктов. Мне обязательно надо было в запросе передавать еще данные для вот этой авторизации, ну, для унификации, чтобы эта система поняла, что я не просто какой-то левый чувак без доступа, да, а она понимает, что вот, типа, есть такой токен. Она меня, типа, в системе понимает, что я администратор, например, у меня есть доступ к таким-то товарам. И она мне выдает эти товары. Если их нет, то выдает ошибку. Но здесь я это не делал, потому что это еще плюс было бы ко времени. Здесь я хотел показать именно в этом вебинаре саму суть, что можно делать вообще на PHP, да, типа, интеграции, там, как оно вообще выглядит. Потому что звучит вроде бы страшно, но там интеграция, ну, сделать бота, интеграция с платежной системой и тому подобное. Ну, на самом деле, это все такие, ну, простые вещи, которые очень просто сделать, грубо говоря. Ну, если есть знания какие-то, да. И из-за этого я не делал упор на безопасность, не делал эти токены и все тому подобное. Ну, если мы говорим про UE2, то тут это тоже, ну, как бы, довольно-таки просто сделать. Нам надо будет подключить в конфигах пару настроек, там сделать компонент, на контроллеры, навешать бехеврии, и тогда мы просто не сможем зайти по прямому урлу на этот экшен. Нам будет выдавать, что там, типа, нету токена или что-то такое. Но это все можно дорабатывать, делать там тоже. Это еще на неделю вперед можно делать всего. И времени растянется тоже так же. Так, дайте еще фидбэк, как вам был этот вебинар. Опять же, я понимаю, что из-за этого файла, может, такое себе впечатление, но в общих чертах, тем не менее. Пару слов. Ну, можно было со слов не начинать. Вот, что такое HTML, что такое CSS, не потеряли бы много времени просто. Но у нас вебинар как бы подразумевает то, что люди вообще не понимают, что это такое. Из-за этого надо было это пройти. Я думаю, что люди, кто не понимают, что такое HTML, CSS, они не успеют. Очень большой объем. Ну, может и так. Возьму это на заметку. Спасибо. Какие еще пожелания, рекомендации? Как по мне, для ввода вообще отлично. Людей из Нью-Минова. Если там дальше, кто более знает, больше тому, да, то мой интерес не было бы уже дальше, начиная с Identity, начиная с GVT, строить лимитами и всем остальным. А так, в принципе, как начинающий курс, интересно. Спасибо. Да, все супер. Спасибо большое. Отлично. Спасибо вам всем тогда, что пришли, послушали, да, потратили время. Надеюсь, не упустую. И давайте, наверное, будем заканчивать. Или, может, еще есть какие-то вопросы? Нет, спасибо. Очень замечательно. Хорошо. Да, спасибо, было интересно. Спасибо вам. Всем пока. Всем хорошего вечера. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.